Итак, прежде всего я хотела для себя ответить на вопрос, зачем я еду путешествовать и что мне для этого нужно. Мне стали интересны путешествия примерно в возрасте 9 лет, и тогда я смотрела подводная одиссея команды Кусто, даже путешественницы или что там было в это время, типа дали спешат на помощь. И для меня казалось, что чтобы путешествовать, нужно быть или миллионером каким-то экстравагантным, или как Кусто быть гениальным, талантливым человеком, который что-то супер важное делает для страны, и путешествия оказалось невероятным геройством. И примерно лет в 15-16 я познакомилась с тусовкой путешественников. В Москве есть довольно большое комьюнити людей, которые активно путешествуют бюджетным способом. В основном это люди, которые путешествуют супер бюджетно, то есть автостопом, палатками и так далее. И начав общаться с этими людьми, я увидела, что среди других путешественников люди совершенно обычные, совершенно нормальные, не все из них богаты, умны или чем-то отличаются от других. И если они могут путешествовать, то я, наверное, тоже могу путешествовать. Что за эти 15 лет я для себя вынесла про путешествия? Прежде всего, что бюджетные путешествия делятся, да и не бюджетные, на самом деле тоже. Можно разделить все, что мы делаем в путешествии, и подготовлять путешествия на такие три оси. Это деньги, время и усилия. Часто говорят, что время и деньги – это такие две взаимозаменяемые категории, но на самом деле с путешествием это не совсем так. Можно потратить много денег и купить себе автостопутуру от какого-нибудь хорошего гида, который вас без толпы туристов куда-то привезет, и при этом не потратить ни времени, ни усилий. Можно потратить среднее количество денег, среднее количество усилий, среднее количество времени – это то, что обычно делаю я. Здравствуйте. Можно суперэкономно путешествовать. У меня есть знакомые, которые путешествуют, имея… Один молодой человек проехал всю Южную Америку с Мексики, начиная до Юга Аргентины, имея с собой на въезде 220 евро, а на выезде, по-моему, 250 евро у него было, когда он покинул эти претененты. Но такое путешествие, когда бюджет совсем-совсем маленький, оно очень осложнено. Соответственно, я для себя стараюсь искать некий баланс и к тому же призываю всех остальных. Просто есть вещи, на которых экономить очень тяжело, и это ухудшает качество путешествия, а есть вещи, на которых мы не экономим просто потому, что мы не знаем, как на них экономить, либо потому, что мы привыкли делать вещи определенным образом и пока не попробовали более экономные варианты. Про некоторые экономные варианты, которыми кто-нибудь из вас, возможно, сможет воспользоваться, я расскажу в сегодняшней лекции. Помимо этого, путешествие самостоятельное, конечно, немножечко менее комфортное, как правило, чем путешествие с турфирмами. Часто, чтобы залезть на самый интересный вулкан, приходится долго идти пешком, или чтобы посмотреть необычную церемонию местных каких-то людей, показывающих карнавал или шоу, или что-то еще нужно долго ждать, или, не зная языка, выспрашивать на полутора словах, на которой ты знаешь, где же находится то самое место, куда тебе нужно. Соответственно, когда чем больше путешествуешь, тем больше начинаешь осознавать тут эту свою норму, свою меру комфорта, который тебе необходим для того, чтобы хорошо себя чувствовать, и при этом то, чем можно пожертвовать в случае, если деньги не так уж в большом количестве имеются на дату начала путешествия. Главный вопрос, который мне всегда задают, это какой бюджет, сколько тратить путешествовать, сколько в день в среднем тратит путешественник. На самом деле, большая довольно статистическая выборка у меня есть из нескольких сотен путешественников, моих знакомых, которые приезжают на путешественничные слеты, и у опытных путешественников в среднем цифру посчитать довольно легко. В день средний путешественник тратит столько же, сколько он тратит в своем родном городе в обычный свой день. То есть, если вы привыкли покупать кофе в Старбаксе, ездить на Uber и живете в большой красивой квартире, вы, вероятно, будете примерно столько же денег тратить, ну, может быть, вы немножечко урежете количество кофе из Старбакса и потратите эти деньги на Airbnb, гостиницу или что-то, но в среднем суммы очень похожие. Еще одна интересная вещь про бюджет путешествий была высказана Антоном Кротом, он говорит, что максимальное количество денег, которое он тратит в поездках, а их у него было гораздо больше, чем у меня, он тратит в первый месяц, а каждый следующий месяц это в среднем половина от того, что было потрачено в первый месяц. Таким образом, максимально, что вы можете потратить за все время вашего путешествия, стремиться к тому, сколько вы потратите за два раза на первый месяц. То есть, дважды сумма в первый месяц это примерно столько, сколько выйдет путешествие любой длины. Длинные путешествия в целом, конечно, дешевле, когда не нужно покупать авиаперелет, когда вы уже давно в стране и поняли, где здесь самый вкусный и дешевый суп и где можно ставить палатку или как-то еще ночевать, это, конечно, удешевляет. Если вы едете на 2-3 дня, здесь бюджетно это сделать очень сложно, хотя тоже могу дать пару лайфхаков, как некоторые вещи удешевить, даже если нет времени ни в чем особенно разбираться. Как ни странно, самый важный навык путешественника, как мне кажется, это не умение спать в палатке или говорить на 100 языках мира или что-то в этом духе, а умение быстро и эффективно искать информацию. Возвращаясь к первому пункту моего плана, информация это то, что добывается с некоторыми усилиями, поэтому чем больше вы путешествуете, тем больше вы ищете информации, тем больше у вас накапливается опыта и тем меньше усилий вам приходится прилагать для того, чтобы путешествовать. Поэтому поначалу начинать пробовать, искать, проверять, общаться может оказаться несколько сложнее, но со временем это будет все легче и легче. Это еще один плюс бюджетных путешествий, что если вы начинаете прилагать усилия, со временем вы замечаете, насколько легче и приятнее вам начинает это даваться. По поводу самому ехать или с турфирмой. На первой фотографии изображен маленький детеныш Вамбата, который я видела в Австралии в маленьком месте, куда привозят животных, которых сбили на шоссе. Есть в Австралии шоссе, называется Нуларборское шоссе, оно протирается на тысячи, кажется, километров прямое, без единого поворота или съезда. Там, конечно, есть, без единого поворота. И вдоль него еще идет самое длинное гольф-поле в мире. И на этом шоссе периодически случаются неприятности с животными, в том числе неприятность постигла маму этого милого ботенка. Я с этим ботенком познакомилась благодаря тому, что я, пользуясь проектом каучшерфинг, переночевала, про него тоже будет сегодня рассказ, переночевала у одного жителя маленького городка Сидуна, не находящегося ни на одной туристической карте, и он меня отвез показывать бесконечательности своего городка. Для одной из достучательностей оказалось вот такое место. Если бы я ехала с турфирмой, я вряд ли оказалась бы в Нуларборе, вряд ли оказалась бы в городке Сидуна, маловероятно, что познакомилась бы с местным человеком, и этот ботенок никогда бы не стал нам знакомым. На второй фотографии она сделана дневной, показана знакомая многим, наверное, людям ситуация. Когда выбираешь путешествие самостоятельно, при том, что, конечно, в туристических местах, таких как Париж, это не позволяет тебе немедленно избежать всех толп, но это дает тебе возможность избегать самых за туристичных мест в самый за туристичный сезон или в самое за туристичное время дня, это дает возможность видеть какие-то вещи, которые просто не попадаются туристам, потому что организовать поездку к вам ботенку в большой группе людей для турфирма было бы невероятно сложно, а в одиночестве что-то такое придумать довольно легко. Поэтому я выбираю путешествовать сама, хотя некоторые вещи иногда удобно делать с турфирмой. Есть масса путешественников, которые заказывают сложно получаемые визы у турфирм, есть иногда очень дешевые билеты, которые продаются на сайтах турфирм, и в некоторых других случаях некоторые пермиты и бумажки тоже получается проще сделать с турфирмой. Плюс, если это какое-то очень специфическое место, иногда выходит, что специальная распродажа турфирмы может оказаться дешевле, чем покупка авиабилетов отдельно и проживание отдельно. По поводу экономии хотелось бы тоже рассказать немножечко. Мне кажется, что есть вещи, на которых экономить в целом хорошо всем, и вещи, на которых экономить в целом нежелательно никому. И в первом случае это изображен удон, японский суп, который я отведала в Японии, который я путешествовала этим летом, и он стоил 150 рублей, тогда как в Японии все слышали, да, адские цены, супер дорого. Мне дорого не найти никогда в дорогих дешевых ресторанах. Оказалось, что все довольно просто, и дешевые рестораны можно найти. И еда по качеству в них весьма неплохая, и на мой вкус не хуже, чем в дорогих ресторанах. Просто нужно было потратить некоторые усилия, погуглить статьи на английском языке, ввиду того, что на русском языке про Японию до того, как я туда съездила, почти ничего не было. Теперь есть моя большая статья, если кому заинтересна эта страна, могу поделиться ссылочкой. Такая экономия мне очень нравится, и я стремлюсь к ней всячески во время своих путешествий. А экономия второго рода, наоборот, я рекомендую людям обычно от нее воздерживаться. Экономия на снаряжении самым необходимым, экономия на вещах, которыми вы часто будете пользоваться, экономия на вещах, которые могут сильно упростить вам жизнь. Например, экономить на общественном транспорте в городе обычно не самая хорошая идея, потому что это приводит к тому, что вы три часа идете от места, где вы ночуете, до центра города, в случае, если вы живете через каутсерфинг, о котором я вам еще расскажу. А экономия на еде и некоторых других удовольствиях, экономия на турах, я вам расскажу сегодня, как получать бесплатные экскурсии тоже, и на вещах, без которых можно обойтись, позволят вам путешествовать гораздо дольше, чем вы планируете. Есть несколько ресурсов. Я потом выложу эту презентацию, если потом вам нужно будет ссылочки на эти ресурсы, можете сейчас ничего не переписывать, которые содержат различную полезную информацию. Форум Винского, наверное, слышали, да, многие присутствующие, нет? Форум Винского – это форум такого эксцентричного любителя джипов, в который не очень бюджетный путешественник сам, но при этом среди его аудитории довольно много бюджетных путешественников. Форум Винского содержит большое количество информации по разным визам. Если вы собираетесь ехать в какую-нибудь визовую страну, и вас интересуют подробности, а также последние новости, кто получал визу, что с ним сделали в посольстве и чего следует избегать, то можно на форуме Винского найти тему, соответствующую нужной стране. Также на форуме Винского есть некоторые темы, посвященные, но не то что иммиграционным вопросам, но связанным с ними вопросом. Помимо этого, есть иммиграционные всякие форумы. Про США я не знаю, как он называется, но он наверняка есть. Есть форум по Австралии, называется «К Дейру», где подробнейшим образом рассказаны все детали иммиграции в Австралию. Там куча людей, которые туда переехали, постят советы, истории печальные и смешные про то, как они подавались на визу. И для Канады тоже есть форум. Если набрать форум, виза, получение ПМЖ, нужная страна, обычно вылезает довольно неплохой список. Русский бэкпекер – немножечко старый уже ресурс, но содержит основы бэкпекинга, то есть путешествий с рюкзаком. Если вам интересно, какую палатку покупать, какие трекинги и ботинки лучше, какие спальные мешки лучше и так далее, вы можете на русском бэкпекере посмотреть. Есть еще ресурс – АВП Travel Room. Он посвящен в основном автостопу. Он немножечко уже сгибается и больше переходит в формат ВК. Сейчас в ВКонтакте есть соответствующий паблик – АВП, или Академия вольных путешествий. Академия вольных путешествий занимается вольными путешествиями, начиная с 90-х годов. Они в 1999-2000 доехали автостопом из Москвы до Кейптауна, не пользуясь никаким рейсом транспортом вообще, с минимальным бюджетом. Это было то время, когда путешествовать в дальние страны россиянам было очень сложно, и информации не было вообще. Если сейчас гуглить путешествия в какую-то страну, вам выпадет куча отчетов, статей и так далее, то эти ребята были первопроходцами в довольно большом количестве регионов, в основном африканских и азиатских, а не любители Африки и Азии. Президент Академии вольных путешествий, бывший Антон Кротов, является автором большого количества книг о путешествиях. У него довольно специфический свой стиль, но в его книгах для бэкпекеров, людей, которые ездят сами, страны описаны именно с той страны, с которой обычно хочется их видеть. Там нет подробностей про царей-королей, историю, географию, но при этом рассказано про недорогое питание, например, в каждой стране, даны указания мест, где собираются местные путешественники, или неформалы, у которых можно спросить совета. Рассказано о местах, которые обычно туристы не посещают. Антон Кротов автор невероятного количества литературы, его книги тоже могу порекомендовать. Помимо этого, есть всевозможные паблики ВКонтакте, на которые можно подписываться, в которых тоже постятся отчеты о путешествиях. Есть вдохновляющие паблики, такие как «Бродяги Дхармы», где большое количество фотографий. Если вы чувствуете, что вам не хватает вдохновения, а хотелось бы побольше его немножко, чтобы решиться на путешествия, можете на нее подписаться, и в вашей ленте регулярно будут всякие пейзажи горные, морские и так далее. Помимо этого, у меня есть свой блог, и у меня есть группа ВКонтакте, в конце будет ссылочка на нее, где я с удовольствием отвечаю на вопросы, делюсь своими путешествиями и опытами. Пару слов о документах. Российский паспорт считается 51-м длинным списке паспортов по тому, насколько легко путешествовать с российским паспортом. На самом деле, это далеко не так плохо, потому что первые 30 мест заняты странами Первого мира. И россияне обгоняют довольно большое количество стран. В данный момент в версии 106 стран безвизовых. Можете посмотреть на эту карту разноцветненькую, синим обозначена наша родная страна. Зеленые страны, это страны, куда можно ехать даже без загранпаспорта, это Казахстан и Беларусь. Зеленые страны, это страны безвизовые, например, Монголия с недавнего времени стала безвизовой, Донезия безвизовая, Южная Африка стала безвизовой довольно недавно, Южная Америка за последние 15 лет примерно почти все страны Южной Америки стали безвизовыми. Вот если бы я об этом знала в 2007 году, я бы, вероятно, не ехала, получая визу каждой страны через Бразилию, Иругвай, Аргентину, Чили и Парагвай, мучаясь каждый раз в каждом консульстве. Помимо этого, есть страны, визы которых можно получить по интернету, такие как Мексика и Индия. Это не всегда работает, нужно всегда, конечно, уточнять. И сереньким цветом обозначены страны, которые до сих пор визовы для нас. Это Австралия, США, все почти что страны Европы, кроме некоторых стран, бывшие Югославии, Китай. Большинство стран Африки, посередине Африки. Я не уверена, что в ближайшее время кто-то из вас туда хочет ехать, но все же не могу их не упомянуть. И Суринам, и французская Гуиана для нас все еще визовы. В принципе, количество безвизовых стран нам позволяет путешествовать довольно много и разнообразно, никогда не ходя в посольство. Но в случае, если вам таки хочется в страну, которая хочет визу, например, покататься по Европе или по США, то полезно заранее изучить форумы, полезно понимать в целом принцип, как работают визы, и полезно иметь визовую историю. Для большинства сложных визовых стран, таких как Великобритания, Австралия, в меньшей степени США, хотя и США тоже, особенно в последнее время, действует такой закон, что если вы до этого активно путешествовали, по вашему паспорту можно понять, что это не первая ваша в жизни поездка, то визу получить попроще. Подаваться с чистым паспортом на визу в Великобритании или США, не имея серьезного код приглашения, это довольно рисковное занятие, хотя у многих тоже получается. Поэтому если вы хотите поехать, не знаете, куда точно ехать, и для вас этот фактор является важным, возможно, имеет смысл сначала съездить в более легковизовые страны. Виза шенгенская в европейские страны в последнее время получается совсем не так сложно, особенно по сравнению с тем, что было 15 лет назад, когда я получала свои первые шенгены. Сейчас, не знаю, интересно про шенгенскую визу, могу подробнее рассказать, многие собираются в Шенген, разные страны шенгенского соглашения имеют разные правила, это очень важно учитывать. При этом некоторые страны дают визу довольно легко, такие как Франция и Испания, а некоторые страны дают визу довольно сложно, такие как Германия и некоторые страны Центральной Европы. При этом, имея визу одной страны, можно ездить в другие страны. Есть ограничения, два, правила первого въезда и правила большинства дней пребывания, которые в некоторых странах существуют, а в некоторых нет. По поводу того, ваша страна, в которую вы едете, относится к какому из этих вариантов, вы можете узнать, посмотрев форум Винского или спросив у меня, если вдруг это страна, в которой я не так давно была или визу получала. Я обычно получаю французскую шенгенскую визу, потому что французский визовый центр не требует правил первого въезда. Если вы получаете французскую визу, они не просят, чтобы вы с ней въезжали обязательно во Францию. Я неоднократно проверяла это правило на себе и подопытных друзьях, въезжая через Латвию первый раз по французской визе, через Финляндию, через страны, которые не только не граничат с Францией, но и не находятся в обозримой близости к ней, учитывая размер европейского континента. Французская виза также из плюсов обладает таким свойством, что если вы получили первую визу и вам ее выдали на не очень длинный срок, часто это или под даты вашего путешествия, или на полгода, в последнее время нередко мне рассказывали люди, что они подавались первый раз в жизни на Шенген, получали французский Шенген на полгода сразу. После того, как вы по этой визе пару раз ездите в Европу, вы можете подаваться в следующий раз, и есть очень немаленькая вероятность, я оцениваю эту вероятность по количеству друзей, которые это делали, у которых это получалось, и по количеству информации с форумов, есть немаленькая вероятность, что вы получите долгосрочную визу, я счастливый обладатель 4-летнего французского Шенгена. Визовая история – это важная вещь, за ней желательно следить и думать об этих всех вопросах, прежде чем вы решите отправиться в путь. Многие, наверное, знают, что нужно смотреть, чтобы ваш паспорт был действителен хотя бы 3 месяца, а лучше 6, со дня окончания той визы, на которой вы подаетесь, поэтому перед путешествием проверьте, не стеклю ваш срок за гранд паспортом. Можно надеяться в визу в Иссторию, посещая безвизовые страны? Посещая, да, можно съездить в Таиланд, в Малайзию можно съездить, по Юго-Восточной Азии. Это учитывается, да, это учитывается. При этом для самых сложных визовых стран, таких как Великобритания, Ирландия, Австралия, полезно получить шенгенскую визу до них еще и съездить в Шенген. Но, как я сейчас говорю, для шенгенской визы не требуется большого количества документов. В последнее время французское консульство требует следующий набор документов. Они хотят, это все есть на сайте, если что, французское консульство и на сайте визового центра. У них работает визовый центр, который берет свою небольшую мзду за свои услуги, но при этом он это тот случай, когда экономия не очень полезна, потому что получать визу непосредственно в консульстве довольно сложно, придется очень долго ждать. У них большая очередь на записи, они с удивлением рассматривают заявления людей, которые не хотят пользоваться такой удобной услугой, как визовый центр. Соответственно, как правило, требуются билеты в страну значения, при этом нередко можно эти билеты, честно говоря, отменить за некоторое время до вылета. Никто проверять, что вы въехали по тому же билету, который заявили, не будет. Если вы едете на автомобиле, обычно требуются документы на автомобиль, и желательно заранее посмотреть, как называется погранпереход, примерно быть готовым написать свой маршрут. Помимо этого, просится броня отелей, надо забронировать заранее гостиницу. На сайте Booking.com и многих других сайтах бронированной гостиницы часто в поиске можно вбить или посмотреть по выпадающим анкетам, какие из гостиниц принимают бесплатную отмену брони. Довольно большое количество гостиниц предлагают сделать бронь, но если вы постфактум отмените бронь, она вам вернется, либо вообще с вас ничего не снимется. В некоторых случаях небольшая сумма будет заморожена на вашем счету некоторое время. Учитывайте это и смотрите условия при бронировании. Как правило, наибольшее количество анкет, отелей содержит информацию о том, что никакой суммы мы вас не удерживаем, бесплатная отмена бронирования за сутки до въезда и так далее. Можно этим пользоваться. Важный случай, важный момент, что большое количество маленьких семейных отелей имеет вредную особенность позвонить в посольство, в случае, если вы отменили свою бронь. При этом это, как правило, делают небольшие отели, для которых действительно, если вы забронировали на 30 дней отель, в котором два номера вы забронировали из них один, они очень пострадают и будут печальиться от того, что из-за того, что вы эту бронь какое-то время держали, пока там ваша виза делалась, это в среднем 5 дней обычно, к ним никто не забронировался. Поэтому выбирайте большие отели, чтобы там было около 100 хотя бы номеров. Это зависит тоже, конечно, от места. Если нет отелей со 100 номерами, можно и более маленькие брать, но совсем семейные, совсем маленькие отели лучше не беспокоить вашими визовыми приключениями. Помимо этого, обычно требуется либо доказательство того, что у вас есть деньги, обычно это выписка с банковского счета, некоторые посольства требуют движения за последние 3 месяца, некоторым идет обычная выписка остатка. Я, как правило, прилагаю и то, и то на всякий случай, просто чтобы спокойнее себя чувствовать. В соответствующем случае, если у вас нет средств, имеет смысл заранее класть средства, чтобы было видно, что у вас есть какое-то движение, и средства на счет таки поступают. Если вы обычно держите деньги в наличном виде, возможно, ваше желание поехать путешествовать в Европу должно вас стимулировать также на то, чтобы заняться своими финансовыми делами. Помимо этого, нередко просят справку с работой, но если у вас ее нет, это, как правило, тоже не проблема. Я писала многократно письма о том, что я работаю фрилансером, я фриланс-преподаватель, и это не влияло на успех в мероприятиях. Хотя, если у вас есть возможность попросить на работе справку, если вы официально работаете, даже, собственно, полуофициально, даже если вы работаете по гражданско-правому договору, обычно работодатель не против того, чтобы сделать небольшую выписку вам. Вряд ли это будет как-то серьезно пробиваться, соответственно, с этим проблем особенных не возникает. Помимо этого, полезно оформлять страховку для путешествия. Ее просят часть посольств, такие как шенгенские посольства, консульства и некоторые другие. Страховка. Самые выгодные предложения по страховке, как правило, предлагают нам банки. Можно заранее погуглить, какие есть сейчас предложения от банков. Я пользуюсь банком, у меня карточка в банке «Союз». У них акция, что при наличии их карточки можно сделать годовую страховку за... Там недавно поменялись сумму, но она в районе 25-30 евро. И с ней я могу подаваться на долгосрочные шенгены. И помимо этого она действует, когда я путешествую. Это страховка ингостраха для выезжающих за рубеж. Такая страховка называется страхование для выезжающих за рубеж. Нередко она состоит из двух частей. Это страхование здоровья и страхование прочего. Обычно страхования на здоровье достаточно. Но при желании можете страховать что-нибудь еще. В случае, если вы, например, нашли супер дешевую страховку какую-то, где-то появилось супер предложение, полезно проверить следующие вещи. Во-первых, полезно проверить отзывы от этой страховки в целом. А во-вторых, полезно посмотреть такой параметр есть в страховке «Ассистанс». Ассистанс – это та компания, которая непосредственно будет оказывать вам услуги в случае, если вы заболеете. Но это для тех, кто планирует обращаться по страховке, а не просто делать ее ради визы. Ассистансы разные, имеют разную репутацию. Есть ассистансы очень плохие и очень хорошие. О них миллион тем на форуме Винского и во многих других местах. Я сейчас конкретные ассистансы разбирать не буду. Обратите на это внимание. Разница часто ваша дешевая страховка может быть довольно-таки бесполезной. Медицинская страховка разве делается не на период своего путешествия? Есть разные варианты медицинской страховки. Есть страховка прямо по дням. И если вы едете на очень короткий период, на три дня, то имеет смысл, конечно, покупать на три дня. В среднем медицинская страховка стоит в районе одного евро за день, поэтому несложно посчитать, что в случае, если вы едете суммарно за год более 25 дней, и планируете отсутствовать на родине, имеет смысл приобрести длительную страховку. Страховка на год, как правило, это 90 дней в течение года и считается все дни поездки. То есть 90 дней каждой поездки. Есть некоторые страховки, которые 90 дней суммарно всех поездок вы можете выезжать. Да? А уже все ответила, да, на вопрос? Хорошо. По формальностям страховкам виза есть какие-нибудь вопросы? Окей. Был вопрос по поводу визы США. Я, на самом деле, единственное, что мне известно про получение долгосрочных виз в США, это что как раз программистам и людям, занимающимся подобного рода вещами, это делать проще, чем остальным, чем многим другим специальностям. Виза для большинства людей, которые едут работать, называется H1B, и, как правило, нужно иметь некого работодателя, который тебе пришлет приглашение. Про визу H1B можно прямо вот H1B гуглить информацию на английском языке, и ее очень многое подробно описывают другие люди, кому нужна виза H1B, например, индусы и граждане других визовов в США стран. Обычно, если есть нормальный работодатель, то серьезных проблем не возникает. При этом есть сезонность некоторая, которую полезно учитывать. У них определенное количество виз в год выдается, и полезно посмотреть, когда это. Я, честно говоря, поскольку у меня никогда не было визы H1B, не знаю, но думаю, что можно это вполне выяснить. В случае, если вы получаете туристическую визу в США, она действительно 180 дней каждой поездки. И при этом, если вы выехали из США на один день и вернулись, к вам, конечно, будут вопросы на въезде. Но если вы выехали, скажем, пробыли в США 3-4 месяца, потом выехали на месяц, потом снова вернулись, вопросов, скорее всего, не будет особо никаких серьезных. Поэтому путешествовать в стиле «я съездил в США», побыл там 108 дней или чуть меньше, а потом уехал в соседнюю Мексику, путешествовал по Мексике, съездил куда-то еще, еще в какую-нибудь страну, потом вернулся, это, в принципе, неплохой вариант. Учитывайте только там не все, выезд не во все страны, если я не ошибаюсь, в Канаду это не работает, что выезд в Канаду не считается выездом или что-то в этом духе, это полезно. Тоже проверить случай, если вы из США именно в соседние страны, выезжаете, а не дальше. Но в целом у меня получалось пробыть длительное время, выехать, потом снова вернуться и пробыть еще некоторое время в стране. Они периодически спрашивали, где я была, я вдохновенно рассказывала о местах, которые я посетила. В итоге он пограничный офицер, молоденькая девочка, причем видно, что она серьезно-серьезно со мной разговаривает, но ей лет, наверное, 22. Я такая, как я вам завидую. По поводу ресурсов, ой, почему у меня все стерлось. Есть некоторое количество ресурсов, которые нам облегчают путешествия с помощью самолетов. Часто, когда мы отправляемся в дальнюю страну, нам в нее приходится залетать. Это имеет смысл в случае, если ехать, например, в Австралию, потому что на визы и по времени доехать по земле до Австралии, вы потратите довольно много денег, плюс последний кусочек пути переплывать совместно с папуацами из Новой Гвинеи, не самая, наверное, комфортная затея. Или если вы едете в Южную Америку, в США, ехать по земле тоже не очень хороший вариант. В случае Европы или Китая ситуация несколько иная. В случае Юго-Восточной Азии здесь зависит от длины вашего отпуска. Но в целом, если вы думаете, что вы будете лететь в страну, в которой вы собираетесь лететь, я предлагаю вам подписаться заранее на всякие рассылочки. Например, в Вандруке есть замечательный канал в Телеграме. Называется Вандруке. Это от белорусского слова Вандруке. Это белорусская вещь, которую придумали белорусы. Это канал в Телеграме, в который сыпятся всерозможные спецпредложения на дешевые авиаперелеты. Я таким образом много раз летала, ловя за 2-3 месяца до поездки примерно билет. И это удобный способ. Туда пишут про всякие разные акции. Часто бывает, что если вы можете планировать путешествие за 2-3 месяца, это как раз то время, когда пора начинать мониторить соцсети и различные сайты, чтобы поймать там акцию. Помимо этого, все вы, наверное, знаете SkyScanner, приложение. Можно с ним играть, меняя даты, в случае, если вы заранее не уверены. Гораздо полезнее, прежде чем определять дату своего путешествия, сначала посмотреть на цены и только потом уже решать, когда брать отпуск или отпрашиваться, или не знаю, как у вас рабочие дела организованы. Если же вы в последний момент решаете, что хочу послезавтра в Таиланд, то для вас подойдет еще один вариант – это горячие билеты. Самый хороший известный мне ресурс называется Турдом. Очень легко запомнить, как дурдом, только турдом. На этом ресурсе выкладываются горячие билеты турфирм. Наши турфирмы часто закупают сразу блоки мест на чартерах, летающих, как правило, в курортные места. Это Таиланд, это Индонезия, это Хорватия, Сербия, вот эти все страны, бывшие Югославии, и иногда Западная Европа там тоже присутствует. Бывают также распродажи в Египет и Турцию. Как это работает? Турфирма выкупает блок мест по заниженной цене, которая ниже, чем себестоимость покупки билета на такой чартер. Соответственно, потом, когда она продает свой тур, она учитывает цену авиабилета в этом пакете. Через некоторое время выясняется, что у них остались пустые места, и они часто рады за день-два до отлета этого самолета за значительно более низкую сумму такой билет купить. Я таким образом улетала из Таиланда, сильно ниже, чем рыночная стоимость. И многие мои друзья, у которых фрилансерская работа, которые, ох, мне надоело слякоть, хочу завтра быть в Стамбуле. Потом смотрю ВКонтакте, да, я в Стамбуле, согласен. Да? А, Критя, а семейные у вас, насколько реально мидраторы в общей туре? Ну, вот, когда тебе нужно не одно место, а еще и двух мест. Бывает, именно туры бывают. В смысле туры? Бывают. Потому что мне казалось, что все-таки одному, двоим там легче будет течь. Честно, поскольку я никогда не путешествовала с детьми, я не очень знаю. Но авиабилет это точно можно найти, вам никто не мешает потом отдельно купить жилье. В смысле, найти жилье, я тоже расскажу всякие лайфхаки про жилье сейчас. Если вы не уверены насчет того, что Skyscanner вам показал хорошую цену. Есть еще один ресурс, тоже будет выложен постфактум в группе Катчергея, ссылочка на него. Называется Матрикс. На Матриксе выкладываются билеты, которые официально не стыковочные друг с другом, но на деле стыкуются. Часто, если вы летите куда-нибудь в Австралию, например, в Южную Африку, в нелогичное место, откуда не то, чтобы сильно много летало людей напрямую, имеет смысл посмотреть на Матриксе варианты с пересадками. Часто может такое быть, что там будет вариант Москва-Стамбул, два дня в Стамбуле, потом Стамбул-Австралия или что-нибудь в этом духе. Матрикс позволяет дальние поездки комбинировать и искать как-то, где летать. Помимо этого, если вы путешествуете по Европе, по Азии или по Африке, то вам будут очень полезны дискаунтеры. Есть несколько авиакомпаний, которые продают авиабилеты за суммы типа 10, 20, 30 евро по Европе или по Юго-Восточной Азии. Они работают по принципу «все выключено». Есть принцип «все включено», когда все включено, а есть «все выключено». Соответственно, у вас не включена еда, у вас не включено хорошее отношение с тюардесс. Вы быстро это заметите, когда окажетесь на борту этого самолета. Обычно аэропорт находится в, если говорить, прилично удивительном месте, дающем вам дополнительную информацию о стране, то есть довольно далеко от города. И нередко автобус до аэропорта стоит отдельные деньги. Соответственно, желательно заранее, когда вы пользуетесь дискаунтерами, смотреть, как вы будете выбираться после того, как вы прилетели куда-то на дискаунтере. Но в целом это позволяет значительно сократить расходы путешествий по Европе. У меня часто рабочий вариант моего путешествия по Европе – это поезд до Вильнюса. Кто знает, для какой станции нужно покупать билет, чтобы он был дешевый, чтобы попасть в Вильнюс? Калининград, да. Точнее, первая станция Калининградской области. Там есть Гусев, Черняховск, города, еще какой-то небольшой город. На выбор, какое название вам больше нравится, можно приобрести железнодорожный билет. Дать начало Калининградской области, а выйти в Вильнюсе. Вас не имеют права не выпустить, соответственно, вы покидаете в Вильнюсе радостный поезд. И при этом в Вильнюсе есть аэропорт Райнейра. И помимо этого, да, делая таким образом, не покупая билет до Вильнюса, вы экономите примерно в два раза, потому что Москва-Вильнюс – это международное железнодорожное сообщение, а Москва-Калининград – это внутренний рейс. Соответственно, это помогает сэкономить. Из Вильнюса можно улететь довольно недорого в многие другие страны Европы, которые вас, возможно, более привлекают, чем Литва. Такой же особенностью обладает Рига, Латвия. В Латвию можно дешевле всего попасть в Латвию Блаблакаром. Есть, знаете, наверное, сервис Блаблакар. Есть кто, понимаете, кто знает Блаблакар? Это сайт, на котором люди предлагают места в своем авто, и можно это место в авто забронировать. Также, если вы человек с авто и хотите ехать на автомобиле, можете продать пустые места своего автомобиля всевозможным людям, жаждущим их купить. Мы так с мужем, когда путешествовали по Прибалтике последний раз на машине, распродали радостно в обе стороны все свободные места, которые у нас были, и отбили бензин и страховку таким образом. Это очень неплохой способ экономить денег в обе стороны. И пользоваться этим ресурсом как пассажир и продавать места в своей машине как водитель очень выгодно и хорошо. Соответственно, да, закидывание в Европу можно, если нет прямых дешевых вдруг рейсов из Москвы, можно посмотреть эти варианты. Доехать до Риги, улететь из Риги куда-нибудь в Италию или Германию, или доехать до Вильнюса поездом и улететь из Вильнюса. Каунас тоже международный аэропорт Райн-Эйра. Это не полный список дискаунтеров. Если вы едете в определенный регион, можете набрать дискаунтеры и название места, куда вы едете, посмотреть, что там еще летает. Есть некоторые локальные дискаунтеры, которые тоже очень хороши и эффективны. Некоторые дискаунтеры ищутся, если вы с Кайсканером смотрите билеты, да, но в случае, если вы смотрите билеты, хотите через Ригу поездом или там автостоком на попутке как-то еще добираться, понятно, что Скайсканер вам такой вариант не покажет. Его нужно придумывать самим. По поводу путешествий на автобусах и прочим общественным транспортом. Мне кажется, главный лайфхак – это заранее выяснить, как в стране обстоят дела конкретно с разными видами транспорта, которые вас привлекают. Например, есть страны, где железнодорожный транспорт очень удобен и хороший, как Япония, например. Есть страны, где нет железнодорожного транспорта в принципе. Есть масса стран, таких как Иран, где железнодорожный транспорт слегка дороже и в 10 раз медленнее, чем передвижение на автобусах. С автобусами тоже бывают разные ситуации. Есть Эфиопия, где за 10 долларов вы можете ехать на комфортном, по-эфиопски комфортном, то есть облака пыли и козы не находятся с вашей стороны окна автобуса. Такой автобус будет стоить 10 долларов, а за 5 долларов автобус будет с козами, мешками, ката, большим количеством эфиопов, которые будут стоять на вас и которые будут 3,5 часа выезжать с вокзала. Поэтому часто полезно узнать, что с транспортом того вида, который вам интересен, с транспортом вообще нужном вам регионе. Есть страны, где существуют всевозможные проездные, например, такая страна Япония. Если вы собираетесь в Японию, планируете кататься на железнодорожном транспорте, скажите мне об этом после лекции, я вам расскажу про правильный секретный проездной 18 вечно молод. О нем не знает практически никто, кроме людей, которые живут в Японии, иностранцев, и которые пользуются им, чтобы сильно экономить на поездах. Там есть обычный JR Pass, обычный проездной, чтобы пользоваться сапсанами, и есть хитрый проездной до самых бедных, который стоит несколько раз дешевле. Соответственно, про транспорт заранее узнаем, какова специфика страны, какой транспорт там дешевле, какой транспорт там есть, есть ли там приличные автобусные компании, особенно если вы не очень любите Косов, Фиопов и другие такие вещи, возможно, вам имеет смысл узнать, существуют ли такие немножечко повыше классом автобусные компании. В разных странах по-разному устроены автобусные сообщения в плане наличия централизации. Есть страны, где есть главный вокзал, куда можно приехать и приобрести билет. Есть страны типа Мексики или Ирана, где вокзал выглядит как место с кучей-кучей-кучей разных агентств, и все кричат там, давай, давай, с нами у нас сейчас отправится автобус, давай, поехали с нами. Нет, 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 у нас они плохие, у нас дешевле, давай на нашем автобусе поедешь. Тоже полезно об этом знать, чтобы не ехать вслепую на автовокзал, приезжать заранее, посмотрев в интернете, какова ситуация с отправлением транспорта из того или другого места. BlaBlaCar, он же Carpooling Co.UK для Великобритании, сервис, про который я немножечко уже говорила, позволяет вам путешествовать в том числе по Европе тоже. Он позволяет удешевлять стоимость примерно до уровня автобуса или чуть дешевле автобуса. Помимо этого, по Европе, если вы путешествуете, есть и автобусные сервисы, тоже очень недорогие, легко гуглимые, как я уже сказала, одна из самых важных доблестей путешественника – это Google.Fu. Умение заранее находить информацию. Если вы поищите автобусные компании Европы, они вам все вылезут, я не буду захламлять экран, ссылки на большой дневный список. Помимо этого, есть другие каршеринговые сайты, например, для Австралии есть Torn3 сайт, который пользуется популярностью у людей из Европы. Обычно это молодежь, которая едет в Австралию, чтобы попутешествовать и подзаработать. К сожалению, для россиян такой вариант закрыт. У нас есть такой вариант только для США и, может быть, в каких-нибудь еще стран для студентов ехать на заработки в страну по визе work and travel, работать там какое-то время, а потом путешествовать. Изобильно европейская молодежь едет в Австралию. Очень забавно потом слышать от австралийцев то, что они думают о европейской молодежи. Помните, я показывала вам вамбата? Хозяйка этого вамбата, точнее женщина, которая за ним участвует, очень такая колоритная, курпулентная дама, которая, видно, что весь город ее слушает, она такая очень уверенная в себе, спокойная, малоговорящая, стоит, подметает. У меня там, помимо вамбата, много всего, там генгурята, там еще какие-то животные подметают. Говорит, тебе работа как-то не нужна, это была у меня та австрийка, говно с бабатами убирала. Не хочешь мне работать? И да, безответственно, даже этого не могут сделать эти европейские люди. Ты не хочешь работать? Вот, у меня были большие планы на Австралию, поэтому я отказалась, а так, конечно, мальчик предложение. Автостоп – мой любимый способ путешествия, как бы брутально, наверное, это не звучало. Я сама проехала автостопом, не дай бог соврать, около 300 тысяч километров, это, наверное, может, сколько, 3-4 раза вокруг автора, суммарно, то есть довольно много, у меня довольно большая статистика по этому виду передвижения, и езжу я им не только и не столько из бедности. Многие люди представляют автостопом, какой-то такой супер маргинальный способ перемещения для тех, у кого вообще нет денег. Я, признаюсь, начинала путешествовать автостопом на такой ситуации, у меня было 15, у меня из денег было то, что мне давали родители, там в 17 у меня появилась работа за 200 долларов в месяц, и я поэтому начинала путешествовать автостопом с целью сэкономить и посмотреть дальние всякие разные интересные страны, и при этом не ограбив банк. Соответственно, первое время именно это было моей мотивацией, потом со временем я распробовала, и сейчас я езжу автостопом, при том, что могу себе позволить другие способы, во многом не из-за денег, а из-за интересности этого способа перемещения. В процессе автостопа можно увидеть места, которые не видишь, когда едешь в автобусе, потому что тебя туда завезут, скажут, «О, у нас здесь, например, в Сербии завелся человек, есть церковь, где умер апостол какой-то, что-то такое он мне рассказывал, завелся в эту церковь, меня накормили там каким-то святым хлебом, святой водой напоили, мне очень все забавно, пофотографировалось, там какое-то святое дерево, в котором какие-то святые люди появлялись, образы, вот прочее культурное и мифологическое разнообразие очень интересное. Помимо этого, встречающиеся всяких необычных легенд, например, вот эта тайская старушка меня подбрала, когда я ехала автостопом одна через США. А нужно отметить, что в США к автостопу еще хуже отношения, чем в России. Ну, в России понимаешь, что это такой способ для студентов. В Европе люди в основном говорят, ой, такое давно забытая вещь, вот я сам когда был молод, тоже ездила, говорит, 50-летний водитель, который тебя подвоист, но сейчас-то люди уже почти не ездят, или там только в восточные европейцы иногда какие-то, а в Америке автостопом ездят такие настоящие маргиналы, бомжи такие с окладистыми бородами, с омбре таким бомжовским. И обычно, когда люди видели меня голосующей, они очень удивлялись, потому что я вроде не очень похожа на бомжа, и многие водители спрашивали меня много интересных вопросов, на тему, почему, как так. К этой женщине меня подсадила другая замечательная американская женщина, я стою, голосую, останавливается суперкрасивая машина, такая суперлокированная, и там сидят люди, я не знаю, сколько им лет, мне казалось, что им за 100 лет уже было, вот эти старики просто трясущиеся, они, значит, типа там, садись. Что ты думаешь о политике Обамы? Надо заметить, что до этого большинство водителей, они спрашивают одни и тяжелые вопросы, а где вы спите, а что вы едите, а не страшно, а тут сразу вот к делу. И мы в следующие два часа прекрасно ездили, обсуждали детали демократии, республиканской партии, и того, что я думаю, что люди думают, и что они думают, это было суперинтересно, они были такие супердемократы, еще в США очень интересно, 90% подвозящих демократы, республиканцы не подвозят против убеждений. Потом эти старики меня высадили, и старушка пошла к... А, нет, это было наоборот, я немножко... Эти старики были... А, нет, нет, неважно. Да, наверное, так и было, да. Старушка пошла мне искать, она говорит, я сейчас тебе машину найду, и выходит такая бабуля, такая седая, и начинает подходить к машинам, она такая, ну что, так одета, что видно явно, что она не из небедных людей, и она нашла эту тайскую старуху, и старуха старухе у меня на руки передала. Говорит, вот давай вези ее. Хорошая девушка. Я села, там сказала что-то савадиха, что-то там по-тайски, полтора слова, которые я помнила после поездки в Таиланд, и старушка поворачивается к своему мужу, и с мужем у меня такая, вот, она, два слова, ты женат на мне 50 лет, ни одного слова выучить не можешь. И дальше шли великолепные подробности о жизни тайцев в США. Так, я до этого не видела ни одного тайца в США, о жизни других азиатов в США, о том, как это быть смотрителем самого большого частного парка, первого открытого на территории Южного штата одного американского. После этого эта бабуля, она является, мне очень интересная работа, она кормит павлинов. Ее профессия, она ухаживает за несколькими павлинами, живущими на территории, там, парк рядом с городом Чарльсеном, Магнолия парк он называется. А ее муж, он гид в этом парке, тоже такой старичок, но он американский старичок. Она меня взяла за руку, сказала, так, тут 15 долларов, а так я тебе все покажу, все покажу, все покажу, пошли, а у меня уже меня там ждут, уже говорят, ну ладно, все покажу, пошли, пошли, пошли. И идет, видит кого-то из своих коллег, подзывает его, говорит, смотри, смотри, там, 69 стран, в тот момент у меня было 69 стран, 69 стран, а ты тут сидишь, идет меня дальше, как тут люди, не брал, кому что показывает, мне парк или меня парку. И вот такие всякие истории, они все берутся благодаря неформальным способам путешествия. Будь я в автобусе, вряд ли меня кто-то бы вот так вот повел или повез бы. Помимо этого, так, что еще, байки про автостоп. Многие спрашивают, конечно, про безопасность, что не опасно ли таким образом ездить. Единственная статистика, которую я видела, она довольно маленькая, то есть нормальные статистики я не видела ни разу. Но из той статистики, которую я видела, следует вывод, что, вероятно, все-таки не так опасно, как об этом думают. Среди известных мне тоже автостопщиков довольно, это сотни людей, довольно низкий процент. Ну, вероятно, да, да, да. Те, которые умерли? Ну, нет, но, допустим, изнасилование или ограбление расскажут почему. То есть я знаю нескольких женщин, кого насиловали, как они ездили, и об этом в тусовке, многие, наверное, стесняются, я подозреваю, я... 90% не заявляет. Ну, я учитываю и это тоже, но, как сказать... Так, сейчас, переключаюсь на другой способ мысли. В целом, грубо, не учитывая того, что у нас нет возможности проверить, сколько народу реально не выжило или не сказало или что-то еще, никаких исследований нормальных не было, чтобы можно было посмотреть и сказать, что вот люди, которые катаются на велосипеде или бэкпэкеры обычные, которые не автостопами едут, а на автобусах, ближайшая категория, по сравнению с автостопщиками, там на 10% меньше бывают ограбленными или что-то еще. Я такого не видела нигде. Соответственно, общая мысль тусовки из того, что люди видели, слышали вокруг себя, понятно, это недостаточно, я бы не стала давать этому большую цифру, выглядит, что не так уж все и страшно. У меня тоже за 300 тысяч километров и 74 страны проеханы, я где-то, наверное, четверть из этого ехала одна, большая часть ехала не одна. У меня реально страшных историй нет ни одной. У меня есть знакомые с историями ограбления, но при этом у меня больше знакомых с историями ограбления, когда я иду с рюкзаком по городу, ко мне подошли, отняли рюкзак, чем истории, чтобы водитель что-то отнял, потому что, скажу ему по секрету, водителей водится гораздо больше. Что у вас там за рюкзаком и почему маленькая тоненькая девочка в США голосует и завязает в фур, наверное, у нее там минимум андроидный коллайдер или что-то там, не знаю, с собой, что она не боится. Поэтому в целом большинство людей плохих, они не останавливаются, они мимо проезжают. Хотя, конечно, истории были с разными людьми. У меня одного приятеля ограбили в машине, забрали рюкзак, поэтому следует, когда пришедшись с автостопом, использовать небольшой набор дополнительной техники безопасности, которые обычные бэкпекеры пренебрегают некоторые. Хотя для обычных бэкпекеров, честно говоря, это тоже полезно. Во-первых, я никогда не вожу в рюкзаке сразу все свои ценности, чтобы в рюкзаке сразу все не лежало. Если вы едете не автостопом, я советую все равно так же делать. Деньги в странах особых, типа Кении или Бразилии, я убираю под одежду. Помимо этого, я обычно оставляю доверенному лицу, только ни в коем случае не маме, потому что мама с ума сойдет, если я так сделаю. Доверенному лицу некую сумму денег, которую по моему первому требованию человек может мне переслать через какой-нибудь сервис отправки денег. Помимо этого, у меня есть несколько кредитных карт, дебетовых, точнее, и на дебетовых картах так сделано, что я могу, у меня на самой дебетовой карте небольшая сумма, а большая сумма лежит на счету, и мне, чтобы перевести на кредитную карту, нужно вылезти в онлайн-банк. Соответственно, если мне приставят нож в горло и подведут меня к банкомату, так делали с одной моей знакомой, там вообще глупая история, и с автостопом не связано, это была суперцивильная девочка, которая никогда цивильная в значении не путешествующая неформальными способами. Когда она познакомилась в музее с мужчиной, который сказал, что сейчас ее подвезет внутри музея, он к ней сам подошел и говорит, давай я тебя подвезу. Африканский мужчина, она подумала, как хорошо, надо пойти и подъехать. Ни один автостопщик так бы не сделал, потому что это вызывает большие сомнения, когда человек такое делает. Вот она села в машину, к ней сразу подсела два человека, их повезли к банкомату и заставили снять все деньги с карты. Вот даже если с вами такое случится, наличие денег, лежащих где-то отдельно, наличие денег у какого-то товарища, который вам может скинуть эти деньги, вас может обезопасить. Плюс несколько карт, плюс есть пояса всяческие с кармашками для денег, можно хранить деньги в разных местах, просто что-то в поясе, что-то под одеждой, что-то в рюкзаке, что-то на карте. Карты тоже не надо хранить в одном и том же месте, не нужно носить легко срываемую сумочку. У меня, если, не знаю, обратили внимание на фотографии Деда Автостопа, у меня сумка с собой такая на боку. Вот в этой сумке нет никаких денег, в ней лежат только вещи, которые я не боюсь, чтобы с меня сорвали в момент, когда я еду автостопом. То есть там у меня карта, бутылка воды, вещи, которые быстро нужно достать в случае чего, возможно, телефон, но мне не очень страшно за мой телефон. И, мне кажется, это дудочка, вероятно. Ну, не суть. В общем, не нужно в поясных сумках, в сумках, которые легко срываются, в рюкзаках оставлять все свои ценности вне зависимости от способа путешествия. Для автостопа это особенно критично. Помимо этого, если видите автостопом, желательно не голосовать в супер безлюдных местах ночами, выбирать место, если, например, водитель едет куда-нибудь в супер глухое безлюдное место, но перед этим местом есть полицейский пост. Выйдите на полицейском посту и голосуйте там. Не стоит также стоять на скоростном участке дороги, потому что из тех случаев, которые я знаю, что случились неприятности, самая частая неприятность это попадание в аварию или если человек во время голосования с ним что-то случилось. С ситуацией, про которых рассказывают, тоже, может быть, это все выжившие, которые неправы, но ситуации, про которые рассказывают, самые частые неприятные попадания в аварию в момент нахождения автомобиля на втором месте, пока я стоял, голосовал, ко мне подошли гопники и все отобрали. Или я шел по городу, ко мне подошли гопники и все отобрали, но это уже не автостоп считается, Это бэкпэкинг, да? Поэтому, помимо этого, я, когда еду одна, как правило, мне сажусь в машину, в которой сидят, например, три человека, которые очень активно меня зазывают к ним сесть. И выбираю в целом водителей, которые не очень сильно расположены изначально, в целом более безопасные водители, чем те, которые невероятно радушно вас зовут. Кроме ситуации, если вы находитесь в стране Ближнего Востока, там все могут супер радушно звать, и вероятность того, что они что-то плохого от вас хотят, довольно мала. Что касается гендерных особенностей женского автостопа, я стремлюсь одеваться как можно проще, когда путешествую, поддерживать образ. Я сразу сажусь, сразу начинаю разговаривать, не флиртую с водителем ни в коем случае. Так достаточно уверенно, четко, много, быстро, чтобы у водителя не сложилось впечатление, что я сама не знаю, что я делаю. Тогда, соответственно, шанс несколько ниже. Помимо этого, не стоит засыпать в машине, если у вас есть подозрение, что водитель какой-то не очень хороший, либо сам хочет спать. Потому что, если вы заснете в машине, водителю спать захочется в 10 раз больше, немедленно. Вот это, что касается автостопа. Есть ли у вас какие-то еще вопросы про автостоп или про перемещение? Окей. По поводу бронирования, как искать гостиницы, в том числе семейные, в том числе недорогие? Самый простой вариант в лоб есть сайты типа Booking.com, про которые, наверное, большинство и без меня знают. Я ничего, никакую Америку этим не открываю. И помимо сайта Booking.com есть всевозможные сайты, посещенные хостелом. В хостелах также есть отдельные номера, в том числе там можно жить с семьей, но это зависит от семьи. То есть это тоже главное вопрос путешествия с семьей, что это за семья, что это за люди конкретно. Если люди, которым все относительно легко им воспринимается. У меня есть друзья у них, девочка прям вообще, она более отмороженная, по-моему, чем родители свои семь лет. И есть друзья, наоборот, у которых ребенок устраивает истерику в момент, когда температура падает на один градус. Соответственно, в зависимости от этого можно смотреть. Хостелы, это помимо того, что это хороший способ сэкономить деньги на отеле, это еще и хороший вариант для большой компании иметь отдельную комнату, при этом не переплачивая особенно. Но это, наверное, тоже достаточно понятно. Если вы один, хостел хороший способ, чтобы познакомиться с новыми людьми. И узнать информацию, потому что в хостеле будут жить в том числе люди, которые едут вашим маршрутом. Или только что приехали из мест, в которых вы до этого были. Здесь нужно оговориться, что в случае, если вас двое, особенно в странах, где не очень распространены хостелы, нередко будет ситуация, что вдвоем жить в хостеле, это та же самая сумма, как у бабушки на вокзале взять гостиницу. Поэтому, если вас двое, и вы едете в страну с предположительно не очень дорогим размещением, вы на Booking.com заранее посмотрели, что там отели не очень дорогие, и, возможно, вам имеет смысл как раз не в хостелах останавливаться, а в отелях. Помимо этого, есть сервис Airbnb. Поднимите руки, кто знает, что Airbnb. Большинство знает. Хорошо. Для тех, кто не знает, в двух словах. Это люди сдают комнату у себя в квартире или целиком квартиру через интернет. Нередко это оказывается дешевле, чем бронировать гостиницу. Каучшерфинг – мой излюбленный способ. Я путешествую в основном останавливаясь через каучшерфинг. Поэтому бюджет моей поездки по Японии на проживание составлял 0 рублей. Из-за того, что это без того дорогая страна, еще и удорожать путешествия платным жильем, я подумала, что будет неправильно. Каучшерфинг – это сайт в интернете, на который можно зарегистрироваться. А, кстати, поднимите руки, кто знает про каучшерфинг или зарегистрирован. Ага, стоит рассказать, я полагаю. Можно зарегистрироваться на сайте и искать там людей, которые готовы вас приютить. При этом условия, которые они предлагают, довольно разные. У некоторых людей это шикарная квартира, большая, богатая, и вам отдадут большую комнату. У некоторых людей это вот так, например, выглядит матрасик на полу. Это каучшерфинг в городе Йокогамо в Японии. Мне самой оба варианта и много промежуточных вариантов приходилось в своей жизни видеть. Один из вариантов был, когда я приехала в Бразилию, и меня встречает хост. Его первая фраза я не говорю на английском, а его вторая фраза, если что нужно, зови служанку. Выяснилось, что это богатый молодой человек, который живет в большом доме, и для каучшерферов у него весь второй этаж его дома. То есть у нас был, в нашем исполнении, второй этаж дома. Служанка, который там, хотите мангову, там, сока, или маракуйю сока. Все, неси. И крайний вариант это, когда просят вас приехать со своим спальным мешком, со своим ковриком. Если вы едете длительное путешествие, типа там на полгода, или на несколько месяцев, но в какую-то страну, где очень дорого жить платно, имеет смысл взять с собой небольшой коврик и спальный мешок. Спальный мешок может вам пригодиться не только в случае, если вы спите на полу у каких-то непонятных каучшерферов, но и, например, в автобусе. Если вы едете в автобусе, и там, например, сильно включают кондиционер, спальный мешок, часто будет очень комфортной опцией для того, чтобы хорошо провести эту ночь. Помимо этого, если вы едете в Эфиопию, спальный мешок и палатка часто пригодится вам, чтобы не заболеть малярией или не подспить пшень, ночую там в отеле. Потому что часто бывает, например, в отель, там такие, при Эфиопии сейчас, это обычно такого нет, Эфиопия, плюс еще несколько стран. И там такие, москитная сетка с такими дырами с мою голову практически, в которые там я могу пролезть, не то что москит. В таких отелях я смело ставила палатку, благо она у меня с собой была, и спала в палатке на кровати прямо. В Индонезии тоже у меня был случай, когда я ночевала в отеле, я сюда захожу, а там такая, как в фильме, не знаю, в фильме ужасов, черная гора, подтекающая с крыши в ванной опускается. Там выбора не было, потому что в Индонезии было в Бирме. В Бирме есть такой момент, что они во все отели селят иностранцев, а мы уже должны были улетать утром, и мы решили приночевать в палатке. А в Бирме в палатке ночевать нельзя, к нам приехала полиция с криками, что это вы тут делаете, так нельзя. Мы говорим, все, у нас самолет через несколько часов, нам просто до самолета подождать, а аэропорт закрылся, поэтому тут. Говорит, нет, надо в отель. Мы говорим, у нас все, деньги кончились, у нас только билет на самолет, никаких денег нет. Он такой, ну ладно, и повез нас селить в какой-то знакомый отель, ужас из чужого на крыше. Но палатка нас спасла. Мы такие входим в отель, и так со всех углов такой звук из комаров. Но палатка помогла нам в той непростой ситуации. В более цивилизованных странах вряд ли вам потребуется ставить палатку прямо на кровать у вашего гостиничного номера, но для других некоторых вещей она может вполне пригодиться. Если ехать в страны, где много красивой природы, часто палатка будет не только более дешевым, но и более приятным способом посмотреть природу, привести несколько дней в красивом месте, и при этом ничего за это не заплатить. Очень удобно и замечательно. А вообще за установку палатки обычно просят? За установку палатки просят, если вы останавливаетесь в официальном кемпинге. Есть официальные и специальные кемпинги, в которых, соответственно, есть такса за установку палатки. Помимо этого вам за это обычно дают электричество, можно подключиться, зарядить ваше устройство. Нередко есть возможность приготовить еду, холодильник, вай-фай и прочие благо цивилизации. Если вы ставите палатку просто в лесу, там никакой лесник вам, как правило, не придет. Страны по этому правилу различаются. Есть скандинавские страны, в которых очень либерально относятся к палаткам. Есть Хорватия, где дикий кемпинг практически запрещен. О том, можно ли стоять с палаткой в той или иной стране, можно посмотреть заранее, поискав информацию. Возвращаемся к пункту 1. Первым делом проверяем, что конкретно в той страну, в которой мы едем, с палаткой. Так, в целом, в Западной Европе я путешествовала без проблем с палаткой, ночевала с палаткой очень много. Как правило, если вы никому откровенно не мешаете, проблем не будет. Иногда можно спросить людей, можно ли я рядом с вашим домом поставлю палатку, нередко они соглашаются. Есть страны типа Ирана, где путешествовать с палаткой очень тяжело, потому что к вам немедленно придут и пригласят вас в гости. Посыпать палаткой, даже если вы хотите, будет очень тяжело. И в Мексике, например, тоже без проблем с палаткой. В большинстве африканских стран тоже, если где-то я ночевала в палатке, не было проблем. Если на территории хостела это происходило, часто это было просто сильно дешевле, чем спать в хостеле, поспать в палатке. Вот. Поискавшерфингам часто случаются интересные истории, когда останавливаешься через койшерфинг, знакомишься с удивительными людьми. Например, однажды я переночевала у человека, который собирает старые деньги. Это, например, деньги, видите, Confederate States of America написано. Это конфедератские деньги, которые печатались во время войны Севера и Юга. Я чуть не провела на них кофе. Мой кофе был в миллиметре отсюда. Это была одна из самых ужасных вещей, которые я делала, останавливаясь у человека через каушерфинг. При этом это был очень интеллигентный старичок. Он нам выделил с товарищем, с которым путешествовал, отдельную комнату, и было там все очень чинно и благородно и приятно. В больших городах часто бывало, когда я приезжала одна и не знала, что делать, но когда я приезжала к своему хосту, он меня... Хост — это название человека, который вас принимает через каушерфинг. Он меня водил в разные места, показывал интересные всякие штуки. Люди с детьми также путешествуют через каушерфинг и также принимают у себя периодически каушерферов. Один раз я ночевала у людей, у которых был одномесячный ребенок, при этом они приютили меня и товарища, приехавших туда автостопом. И люди с детьми, мои знакомые, также ездили неоднократно с каушерфингом. Там есть отдельная группа типа Kids Friendly, человек может добавиться в нее, если он хочет принимать семьи с детьми, или если он сам семья с детьми и хочет, чтобы люди об этом знали, когда читают его запрос. В каушерфинге вы отправляете запрос, как правило, следует это делать большому количеству людей. Я обычно первый раз, когда, например, ищу в Париж, я еду через какое-то время, или вот сейчас я еду в Стамбул, через две недели, три недели я буду в Стамбуле. Я как сделаю, я сначала напишу открытый запрос, в каушерфинге есть такая опция, если вы знаете, что вы будете в каком-то городе, можете написать коротенький запрос в стиле «Я буду в вашем городе, я такой-то, такой-то человек, интересуюсь тем-то, тем-то, буду рад, если вы меня приютите». После этого люди могут сами, увидев ваш открытый запрос, вас приглашать, присылая вам приглашение. И вы уже, глядя на то, что это за люди, решать. В случае, если вы одинокая девушка, и вам мужчина с голым торсом на фотографии говорит ей «красотка, я так люблю русских женщин, приезжай», вероятно, это не тот запрос, на который стоит ответить «да», в случае, если вы не хотите такого рода опыта. Также есть разные ограничения, нужно включать голову каждый раз, когда вы взаимодействуете с людьми, через каушерфинг, не все они одинаково хорошие и полезные, но в целом у меня было больше тысячи людей в моей квартире, и я была у нескольких сот людей в квартире, и тоже, наверное, ошибка выжившая, но у меня ничего не было плохого за все это время. Я один раз чуть не вышла замуж, и один раз была в длительных отношениях. Это было два моих романа через каушерфинг. В целом, включая голову, заранее планируя, смотрим профили, смотрим отзывы, которые о людях написаны. В каушерфинге можно посмотреть, что другие люди, которые этого человека останавливались, о нем уже написали. И выбираем человека, который вам кажется на вас похож из тех, которые вас пригласили. В случае, если вы повесили открытый запрос, и никто вам что-то не пишет, не приглашает, вы можете сами начать писать запросы людям. Можно сначала написать небольшому количеству людей, там 3-5 людям, выбрав людей, которых высокий процент ответов, которые недавно были на сайте, всю информацию вы можете увидеть на сайте, и которые вам кажется, что похожи на вас по профилю. То есть можно там, не знаю, кстати, наверное, по лесс-ронгу гуглиться в каушерфинге, люди, которые тоже это любят, по каким-то таким вещам. Я периодически находила других педагогов и других людей, которые занимаются иностранными языками, или других дайверов, например, в каушерфинге, с целью не только переночевать у них, но и узнать об интересующих меня вещах у этих людей. Если вы написали несколько запросов, вам никто не отвечает, имеет смысл написать еще десяточек. В среднем за 30 запросов у вас, скорее всего, будет ответ, хотя бы там один правило больше. Обычно большие, но не туристические города – это места, где легче всего найти жилье, а туристические столицы мира, либо маленькие городки, но очень туристические – это самые сложные места. То есть найти, где жить, например, где-нибудь в Лионе или в Новом, просто в Орлеане, проще, чем в Париже, как правило. В случае, если вы едете в город типа Парижа или Рима, где у людей обычно больше запросов, чем желающих приютить у себя кого-нибудь, имеет смысл искать в том числе места, которые недалеко находятся. То есть смотреть, есть ли в окрестностях города кто-нибудь, нередко живя недалеко от центра Парижа, вы потратите на транспорт примерно столько же, но при этом сразу найдете себе кого, кто бы вас принял. Я же с удовольствием потом еще отвечу на вопросы про каушерфинг, если они появятся. А пока небольшая история. Один раз я была в Зимбабве. Я прилетела в Зимбабве, и прямо с самолета мой хост меня встретил. Человек, который я должен был принимать пока в четвертый год. Такой совершенно обычный какой-то такой товарищ, задрибанный свитер, рассказывал мне про свою кандидатскую по химии, кажется, или физике. И он, значит, едет, везет меня. Я смотрю, как-то рассеянный так с ним разговаривает, думаю, ну ладно. Приезжаем мы к нему, он говорит, хочешь есть? Я говорю, конечно, хочу. Он, значит, дает мне тарелку большую тайской еды, я ее съедаю. Он говорит, а хочешь джин-тоник? Я вот так думаю, странно, ну ладно, ну давай, говорю, джин-тоник, хорошо. Отзывы у него хорошие, видно, что по манере общения не суперподозрительные. Дает мне джин-тоник, я, значит, выпиваю. И думаю, у меня есть подарок, ему надо ему подарок подарить. У меня была в качестве подарка такая большая коробочка с шоколадным чокопаем. Я ему говорю, слушай, ты такой добрый, я хочу тебя подарить, дайте тебе подарок. Включаю ему подарок чокопай. И у него уголки губ просто грустный смайлик рисует. Он такой, я не могу. Что такое, почему ты не ешь, ты не пьешь, чокопай не ешь, что с тобой не так? Он говорит, послезавтра я участвую в конкурсе мистер Зимбабве. Поэтому этот товарищ выяснилось, что товарищ, который меня принял у себя, фитнесист. И участвует в категории male body physique, это как бикини, фитнес только для мужчин. И очень переживает по этому поводу. Он давно не ел углеводы, он ночью проснулся, чтобы съесть белки от 15 яиц перед соревнованиями. Не пил воду последние сутки, выглядел как очень накачанный узник-освенцем. Если только на лицо смотреть, это печальное лицо, все, осунулся в шестье. И он очень переживал, в итоге я сказала, давай я буду тебя дирать за ручку, пойду с тобой на это соревнование. И у меня тогда был фотоаппарат такой с зумом. И видимо все решили, что я пресса, потому что я ходила, там впритык все это фоткала спокойно, и мне никто на это не говорил. Перед началом фитнес-соревнования вышел проповедник на фитнес-соревнование и начал читать проповедь о том, что я вижу много красивых тел, но ваши души, ваши души пусты. И, сказав эту фразу, он убежал со сцены, после чего выбежала компания женщин в цветастых юбках и начали танцевать народный танец в дзимбабе. И после этого мой товарищ, значит, вышел на сцену, предварительно мазал этой качковой мазью, и думал, что самое странное я делала в жизни. Мазал человека качковой мазью, вероятно. Он занял почетное четвертое место, по-моему, из шести, или шестое из восьми, что-то такое. После чего мы поехали обратно, и я приготовила ужин. И я никогда не видела блинов, мне казалось, что блины он съедал еще когда-нибудь только с одной стороны прожаренные, лежали на сковороде. Он просто слизывал со сковороды, сварил такой тоже бидон щей и поставил их там охладиться или что-то. Потом следующее, что я вижу, это то, что он ложкой выковыривает на дне бидона щей оставшиеся кусочки капусты. Потом он познакомился со своим отцом, который был членом компартии ЮАР в свое время, приезжал в Советский Союз, рассказывал, как он общался, был представителем ЮАР в Советском Союзе. И потом он был адвокатом у Мугаби, у диктатора, которого недавно свергли в Зимбабве. Вот такие опыты вы можете получить, используя сайт каучшерфинг. Всем очень рекламирую. Помимо каучшерфинга есть еще одна забавная тема, называется Homestay. Это различные сайты, где обычно слегка платное членство. А, в каучшерфинге, да, там членство бесплатное, если ты принимаешь у себя гостей, они оставляют тебе отзывы. Если ты гостей не принимаешь, ты плачешь небольшую сумму в стиле 1000 рублей в год или 2000 рублей в год, чтобы им пользоваться. Первые 10 запросов бесплатно даются на каучшерфинге, чтобы посмотреть, как они пользуются. Можете сразу же кого-нибудь у себя приютить и получите анлим-запросов на следующие 3 месяца. MindMyHouse, TrustedHouseSitters и другие сайты, которые гуглятся по запросу Homestay или Homestay, это сайты, предлагающие следующую услугу. Люди, уезжающие из города на некоторое время, предлагают кому-то последить за их рыбками, кошками, домашними енотиками и прочим таким, в обмен на бесплатное проживание у них дома. Иногда бывает, что даже что-то платят или еду какую-то предлагают. Это довольно неплохой вариант для тех, кто хочет приехать в страну и какое-то длительное время там понаходиться. Можно заранее искать эти сайты. Помимо этого, есть всевозможные волонтерские сайты. Могу в комментах тоже их потом написать. Это HelpEx, самый известный, наверное, вот ВУФ. По ним можно искать ферму, чтобы пожить на ферме и поработать бесплатно на дядю-бужу и хозяина фермы в обмен на бесплатное жилье на ферме, виноград какой-нибудь собираемый где-нибудь в Деньги Франции. Параллельно рисовать там, как Ван Гог, виноградники в Арле или что-нибудь в этом духе. Это все тоже имеется. Помимо этого, возможность ночевать есть в религиозных учреждениях, но это на любителя, сразу скажу, занятие. Во мне включаются любители в моменты, когда нет других вариантов. А совершенно прекрасно в этом плане мечети и прочие мусульманские вещи. Меня так вдруг ислам принял. Ну, ему сказали, что нужно принять ислам. Он сказал, что нужно сделать. Я вот эту фразу два раза сказала. Сказала, окей. И сказала, значит, эту фразу, после чего радостно пожил там несколько дней. Есть и фор номинальный, он мусульманин. При этом он иногда заходит в мечети, иногда заходит в буддийские храмы. Он такой прям все, во все верит. Может быть, сюда как-нибудь придет тоже. В религиозных учреждениях, как правило, нужно найти старшего и спросить. Там есть специально обученный старший человек, типа завхоза, который знает эти все вещи. Можно сказать, мы путники, мы хотим здесь пожить. Иногда в обмен на небольшой физический труд. Это монастырь, как же называется? Монастырь в Сербии, в который мы пришли. Там огромное такое, для путников и паломников, огромное здание. Мы туда заходим, говорим, а можно у вас тут приночевать? Они такие, да, да, конечно, 20 евро. Ну, я говорю, что? Я, ну, а палатку тут рядом может поставить можно? Он такой, ну, сейчас я батюшке позвоню. Я думаю, что он позвонил батюшке. В этот момент батюшка у него наорал, сказал, дурак, у нас сейчас в палатке здесь какие-то люди будут жить, там, топтать наши прекрасные святые земли. Я говорю, давай забирай их. И в итоге он говорит, ну, батюшка благословил вас в номере приночевать. Мы такие, о, спасибо же. И пошли там спать. В общем, религиозные учреждения нередко оказываются неплохим местом тоже для ночевки. Еще у меня был в Индонезии такой смешной способ ночевки. Это ночевка в школах. Я приходила в школу и говорила, я могу преподать английский язык в обмен на ночлег. И меня впускали жить там один раз к директору. Я жила у директора школы, и параллельно преподавала английский язык толпе индонезийских детей, пробуя на них всякие приемчики деятельности педагогики. Это было, я не знала тогда, что это так называется. Это было довольно весело и прикольно. В некоторых других местах нас приняли, нам дали ночлег. Но когда мы вышли к детям, которые никогда не видели до этого европейцев, урок был ссором, потому что дети запрыгивали на парке, кричали «Буле, буле» — это белый человек на динозийском. Все дети там из соседних уроков там. Учителя там «Стойте, дети!» Дети такие «Нет, мы хотим смотреть на белого человека». Мы себя чувствовали просто от Жилины Джоли, которая приехала к голодающим детям Этиопии. По поводу других полезняшек. Как можно не только спать и ездить, но и другие вещи делать бесплатно. Есть очень простой лайфхак. Набиваем free walking tour и название города, куда мы едем. Для большинства европейских городов и многих неевропейских тоже в ответ вам выпадет статья на TripAdvisor, в которой будет несколько компаний, которые предлагают эти free walking tour. Free walking tour — бесплатный пеший тур. Собственно, это и есть бесплатный пеший тур. Устроен следующим образом. За тур вы ничего не платите, но в конце, если хотите, можете оставить чаевые. Я обычно, если мне реально нравится тур, оставляю небольшие чаевые, которые сильно меньше, чем то, что я заплатила бы за нормальную экскурсию. Помимо этого, если тур мне не нравится, я могу уйти с любой минуты, не думая, что 20 евро уплачено или что-то еще. Обычно пары евро в качестве чаевых вполне хватает. Это довольно нормальная практика. Эти бесплатные туры стремятся быть лучше, потому что они зарабатывают на чаевых, и гиды там действительно стараются. В большинстве городов, где я была, бесплатные туры были очень хорошие. Были исключения. Некоторые города, где туры были так себе. Но я ничего не теряла, потому что я просто шла смотреть город сама. Очень удобно. Часто они параллельно предлагают другие туры, которые платные. Например, последний фриокинг-тур, на котором я была, это был в октябре тур по Оксфорду. Они показывали кучу зданий, говорят, а вот внутрь, вот у нас есть тур, мы внутрь там ходим, и мы платные. Вот Гарри Поттер тур, есть вот это Гарри Поттер, где они там пробегали 5 секунд, когда там Гернилона Гринджи бежит, это здание видно. А нормальный тур по Гарри Поттеру местам? Вот 20 евро берите. Но меня это как-то не очень смущает, потому что в целом тур очень хороший, все показывают, ничего доплачивать не нужно. Если нравится, можно отблагодарить гида. Лучший тур, на котором я была, был в этой столице Боснии-Горецеговины. Наверное, как же она называется? Сараево. Вот в Сараево был такой лучший тур, на котором мне приходилось быть. И очень прекрасные туры были в Японии, когда я сейчас ездила в нее не так давно. Бесплатные туры. Есть бесплатные экскурсии, помимо этого, во многих официальных учреждениях. Например, если пойти в США, в большинстве сити-холлов, стейт-холлов и прочих государственных учреждений есть довольно любопытный бесплатный тур, показывающий вам. Вы можете посмотреть на места, где заседают верхняя и нижняя палаты. Можете посмотреть на портреты губернаторов. Многие из них довольно хорошие. Иногда внутри находятся знаменитые статуи. Например, знаменитая статуя Джефферсона, не Джефферсона. Не помню, знаменитая статуя никого никого нет. Есть одна в стейт-холле в Ричмонде. Помимо этого, в стейт-холле иногда можно подняться наверх, и оттуда можно посмотреть на город сверху. Еще бесплатные туры. Как можно сделать свою жизнь интереснее? Помимо фри-вокинг-туров, бесплатных туров в государственные учреждения, бывают бесплатные туры на разные фабрики. Это, например, кладбище мороженого, то, что вы сейчас видите. Здесь написано про разные вкусы мороженого, которые были похоронены. Например, этот вкус в 2001 году был похоронен. Он назывался «Дьявольская еда», «Шоколад». Дьявола стоит винить за все те сладкие вещи, которые... Теперь мы видим, как он исчезает в пламени, растаивая подписью на нем. Примерно такое содержание. Это тур на фабрику Ben & Jerry's. Есть такая компания, производящая мороженое. Ben & Jerry's называется. Они в России не очень известные, но в Америке это один из самых известных брендов мороженого. На их завод можно попасть совершенно бесплатно, просто приехав туда. И нередко многие другие фабрики предлагают такую услугу. Если вы хотите сделать свое путешествие более интересное, имеет смысл об этом тоже выяснить. Если не любите мороженое, да. А это экскурсия или это тур на фабрику? Экскурсия. Однодневная. То есть приезжаешь и... На месте уже ищешь. На месте приезжаешь, тебе говорят, следующее отходит через 20 минут. Можешь пока мороженое поесть. Можешь поесть, можешь подождать. И через 20 минут в составе небольшой группки идешь, смотришь мороженое, как они его производят. Потом они рассказывают истории жизни людей, которые придумали... Бена и Джерри, собственно, людей, которые придумали проект Ben & Jerry's изначально. Некоторые другие фабрики, бывает, что они это делают с целью продать чего-нибудь. Например, я была в Кубе на фабрике Гоя Бита. Название такое меня напугало немножко, когда я его слышала. К нам подошел кубинец и предложил поехать на фабрику совершенно бесплатно. А на Кубе бесплатно очень мало что бывает на самом деле. И я с таким внутренним напряжением решила, что ну попробуем, ладно, дадим Кубе шанс. Оказалось, действительно, бесплатная экскурсия, единственная, наверное, из тех, которые планы. Завезли потом сигары нам, показали, как скручивают. Ну, под соусом, конечно, купите сигары. Но в целом мне было интересно посмотреть, как растет табак, как они усушат. Попробовать сигары нам дали такие уже кем-то покоренные на нас. Я заначала, и все остальные вернули, а я заначала себе. И в итоге еще есть я в интернете, позирующаяся этой сигарой на фоне разных кубинских достатчиков. А во многих странах? Я была в Мексике, в США очень много раз была. В Японии, наверное, на чем-нибудь была. Честно говоря, я просто не помню. В достаточном количестве стран, чтобы париться гуглением, грубо говоря. У меня вопрос. А есть ли какие-то лайфхаки, чтобы попасть в какое-то конкретное учреждение? Например? У меня как раз была ситуация, вот в Швейцарии я хотел зайти внутрь колледжа, ЕПФЛ. Я там так погуглил, вроде не нашел каких-то туров, как можно было внутрь попасть. Просто пройти не получалось, там останавливать себя или что? Просто пройти, ну, там, ну, что-то типа проходной с пропусками, то есть языка особо не знал. Как там просто так вот взять и пройти. Я думаю, что хороший способ – это на кое-что ровнике найти студента, который там учится, и попросить его решить этот вопрос у тебя. Можно попросить, по-моему, или студентов просто увидеть, выходящих оттуда, студентов искать, пацаны всю жизнь мечтал, может, есть там какой-нибудь вход, и они как-нибудь проведут. В целом, по ситуациям универсальный рецепт здесь сложно. Дать гугление – это уже очень хороший шаг в правильную сторону. А это пивзавод, на который тоже совершенно бесплатная экскурсия из дегустации. Вот, так что не только мороженым, единым иногда можно и продегустировать. Вообще, я хочу сказать, что общение с местными людьми и открытое отношение к окружающей действительности, такой подход, когда ты спрашиваешь местных, когда ты доверяешь местным людям, когда ты интересуешься тем, чем местные живут и о чем они думают, часто оборачиваются всякими разными бонусами. Вот, типа, попадание в какие-то места. Вот эта бабушка мне подарила чашку Атоли, это кукурузный горячий напиток, который делают в Мексике. Я подошла спросить у нее что-то про фестиваль, на который мы приехали, она мне протянула сразу стакан. Я говорю, ну, а у меня не было налички с собой. Я говорю, ой, банк закрыт у меня наличных, я честно, с удовольствием дала бы и деньги. Она говорит, нет, добро пожаловать в Мексику. Нравится, что вы приехали на наш фестиваль, просто хотим вас здесь видеть. И часто внутренний настрой, добрый и позитивный, он, местные люди отвечают тем же. И жизнь в некотором роде, как это сказать, не вдаряясь ни в какие тонкие материи. Общий настрой, когда ты рад и заинтересован в окружающих людях, часто влияет на этих окружающих людей соответствующим образом, и они рады тебе помогать и подсказывать. И изобилие контактов с окружающим миром помогает знать больше об окружающем мире. Еще мне хотелось бы пару слов сказать про багаж, на последний практически момент, который я сегодня так говорю. А, еще, наверное, про еду, наверное, стоит пару слов еще потом добавить. Багаж. Чем меньше багаж, тем лучше. Как можно уменьшить свой багаж? Во-первых, я обычно не беру с собой большое количество обуви. Обувь – это то, что съедает очень большой процент багажа. У меня, как правило, есть с собой ботинки, в которых я хожу, плюс тапочки или сланцы, или пляжные какие-то ботинки, в которых я хожу по хостелу, например, потому что пол может быть не идеально чистым, а обуваться может не всегда хотеться. Можно экономить на одежде, беря с собой только сочетающиеся друг с другом вещи и пользоваться принципом капусты. Когда максимально холодно, я могу надеть на себя максимально всю одежду, и у меня нет никакой вещи, которая не комбинировалась бы с остальными вещами. Кроме этого, можно багаж уменьшить за счет того, что уменьшить вещи, которые вы с собой берете. Вот это, например, полотенце из Японии, которое я вожу с собой, с ансенчиком, с маленьким. Его вполне хватает, чтобы взрослому человеку себя вытереть. Если вы ночуете не в отелях и не в хостелах, в хостелах обычно все-таки дают полотенце, то полотенце очень вам будет полезно. Уменьшение собственного багажа – это очень хорошая штука. Моя зубная щетка выглядит вот так. Я стараюсь с собой не брать так же большие банки с шампунями, переливаю шампуни в украденные в отеле баночки. Очень важная штука, чтобы эти баночки не разливались, их можно убрать в пластиковый пакет, который дают в аэропортах, в случае, если у вас с собой есть жидкость. Это мне очень злая английская таможенница выдала. Очень полезно, чтобы банки были с круглыми крышками, потому что если у нее здесь есть такой клип, который, знаете, нажатием открывается, она, скорее всего, притечет. Банк с круглой крышкой вам поможет. Лишняя упаковка тоже зло, можно от нее избавляться. Конечно, аптечка моя выглядит вот так, даже когда я еду в Африке, потому что, как правило, с собой медицинские средства следует брать только на первые пару дней. Очень редко в вашем путешествии, если только вы не идете надолго в горы, и там, конечно, расклад будет другой, очень редко в вашем путешествии на пути не будет ни единой аптеки. И кроме тех стран мира, где супер залицензирована покупка определенных лекарств, и следует их ввести в большом количестве, в большинстве мест, наличие нескольких таблеток от живота, нескольких таблеток от головы, чего-то обеззараживающего. И плюс лекарств от болезней, которыми вы любите болеть, как говорит Антон Кротов, собой иметь достаточно вполне в маленьком объеме. У меня это обычно пару таблеток от горла для того, чтобы потом, если заболит горло, пойти купить пачку таблеток от горла, что-то от живутка в случае, если что-то не то съела. Волшебный эфиопский набор – это таблетка ципрофлоксацена, это антибиотик, который помогает вытравить этих… Я не врач, если что, и все, что я говорю, это МХО в плане лекарств, не слушайте меня вообще. Но вот так я делала в Эфиопии. Плюс лапедиум, чтобы дойти до аптеки по пути, не срамившись. А если ты языка не знаешь? Если ты языка не знаешь, то латинское название, написанное на бумажке, работает везде. Можно свое лекарство выписать, как оно называется, либо заранее. Латинское название аптекарь будет знать, скорее всего. Латинское название – действующее вещество. Лекарство может называться не так, но в случае, если это лапедиум, вещество, которое вы ищете – это лапирамид. Соответственно, слово лапирамид они будут знать, вероятно. Потом, какие еще есть классические вещи. Антибиотик можно взять с собой, можно сохранить пачку, например, показывать пачку. Но у меня в целом цифрового соцена нигде не было пока такого случая, чтобы я его покупала, и человек смотрел на меня квадратными глазами. Даже в Африке с этим проблем не было. Помимо этого, что всякие кружки-ложки я с собой беру, очень маленькие, тоже вот такого вида. Кружки-ложки полезны только в случае, если вы собираетесь ночевать в палатке или долго быть в диких местах. В остальных случаях можно кружки-ложки с собой не взять. Также в ситуации крайней бедности кружка очень полезна, потому что нередко можно попросить кипяток. Такой самый экономный вариант, как можно перекусить, это взять чайные пакетики с собой или что-то растворимое, попросить бесплатного кипятка, залить его себе в чашку и размешать. Нередко будет такое, что кипяток вам нальют, а чашку не дадут, например, потому что у них пластиковой посуды, например, нет. Вот, еще такую ложечку с собой вяжу. В лоукосте бывают ситуации, когда они не хотят колышки от палатки, но я обычно беру с собой дешевые колышки, с моралью отберут не жалко. Пока у меня ни разу колышки от палатки не отбирали, стояки от палатки не отбирают никогда, главное, чтобы у тебя по размеру стояки от палатки входили. Я специально заранее, прежде чем покупать палатку, это очень хороший вопрос, заранее смотрю, чтобы колышки от той палатки, с которой я собираюсь летать, входили в мою норму ручной клади. В целом, у большинства палаток, кроме каких-то совсем экзотических, это правило соблюдается обычно. И проблемы могут быть с газовым баллоном, как правило, баллон перевозить нельзя нигде. Соответственно, если вы берете с собой газ, то вы берете с собой вот эту саму горелочку и полезно к ней переходничок взять, потому что, как правило, горелки одного формата, а самые дешевые баллоны, которые везде подаются, другого. Это тоже желательно выяснять заранее, но горелка и термос для меня, например, это снаряжение, которое я беру, если собираюсь ходить несколько дней пешком, например. В целом, в городских условиях я не очень люблю термосы, хотя есть путешественники, которые любят термосы, например, засыпают с вечера в него гречку, заваривают кипятком, и утром у них готовая каша. Такая стратегия тоже есть. В целом, обычно жидкости я и прочую еду в месте, где я ночую, добываю, готовлю, пью и ем. Хороший способ экономить на еде – это готовить в местах, где вы живете, то есть в хостеле или у каучшерферов. Я часто довольно готовлю русскую народную еду всякую, щи варю, пельмени, если они есть где-то там в русском магазине, притаскиваю блины, и люди рады, и я рада, и потом они в ответ что-нибудь готовят свое. И вот, когда приезжают люди ко мне в Россию, тоже они часто что-нибудь делают. Вы всегда с собой подарочки берете для хоста, чтобы как-то там вот подарить его в концерту? Честно говоря, это зависит от ситуации, как правило, вообще нет. Я нередко беру с собой небольшое количество русских денег, особенно монет, потому что бывает, что попадаются коллекционеры монет. Иногда я беру с собой бесплатные календарики, которые, бывает, раздают в кафе или бесплатные флайеры. Но часто бывает, что у меня за поездку 30 хостов, за Японию у меня было, может быть, 12-15, может быть, хостов. Это таскать с собой на спине довольно тяжело. Я люблю рисовать, у многих есть гостевая книга, я люблю рисовать им мишку русского в книге, подписывать, там что-нибудь смешное. Как правило, я заранее раскидываю open request, открытый запрос. Сейчас, когда я поеду в Грецию, я во все города, примерно вчера надо было это сделать, примерно сегодня-завтра, повешу объявление, что я ищу где переночевать. Потом, по мере, если, например, за неделю или две до того, как я буду в Стамуле, никто меня не пригласит, я начну писать запросы. Сначала небольшое количество, потом больше. Когда до следующего места ночевки останется такое же количество времени, я буду закидывать запросы туда. То есть я в среднем пишу запросы примерно за две недели до того, как оказываюсь на месте. Часто бывает, что люди тоже не могут планировать супер далеко вперед, и они через месяц не знают, не уедут ли они. У меня как раз вопрос. Значит, тему бронирования тогда у хостов в таких мест они нормально к этому относятся? Если я им скажу, что за четыре месяца, за три месяца заранее я хочу у вас пожить, буквально неделю или даже несколько дней, но знаю об этом заранее и вот настолько вам сообщу, что через полгода я у вас буду. Зависит от хоста. Многим хостам нормально. Это всегда... Планируют, что там у них будет жить тот-то человек, поэтому в следующем они... Конечно, планируют, да-да-да. Большинство, по крайней мере, тех, которые довольно длительное время планируют довольно четко. То есть желательно, если ты передумал, отменить позвонить или написать, да. А в плане, соответственно, визы и въезда, когда выезжаешь, там не знаешь, где будет жить, им это в целом норм на границе? На границе я говорю, где буду жить, я называю имя человека, телефон и адрес, да. А то, что не знаешь, вы их... Ну, я про первое место обычно говорю, но очень редкие страны реальный допрос устраивают, крайне редко. Это бывает в большинстве странах, ты просто пишешь слово «хостел», например. Большинство стран, бэкпекеры, все едут в хостел и надолго, и не знают, где будет жить. Там в Таиланде, я не помню, чтобы меня хоть раз спрашивали. Меня подробно что-то спрашивали в Штатах, в Австралии. В Австралии меня даже обыскивали один раз. Но тоже так, я говорила, вот мой адрес, все. Буду жить у кого у знакомого, окей. Кстати, еще вопрос, а девизы они не используются, на этом все, ну, в том смысле, что как приглашающая сторона. Мол, якобы мой друг, якобы он меня пригласил, вот переписка. Так можно делать, но для Шенгена вариант с приглашением хуже, чем без приглашения, на самом деле. Человек, который едет по приглашению, вызывает больше подозрений и в Штатах, и в Шенгене лучше без приглашения ехать, на самом деле. Кроме какой-нибудь редкой страны, если ты едешь именно там в Леттенштейн, не знаю, и больше никуда, тогда может быть другая ситуация. Но в целом, если твоя задача это попутешествовать по Европе, лучше делать визу без приглашения, не пугать просто несчастных людей из консульства. Они понимают, что большинства россиян никаких друзей нет во Франции, слава богу, что они там не останутся. Мы тогда плавно переходим в режим вопросов-ответов. Я буду рада вашим вопросам на тему каутсерфинга. Я так понимаю, что заинтересовала именно механика, как это все происходит. Просто дополнительные возможности сразу возникли. Да. А вон такой вопрос, чисто вот если там, допустим, не желание съездить на зимовку куда-нибудь в Азии на пару месяцев, вот как бы вы порекомендовали вообще это сделать, например, если, допустим, захочется. Зимовка в Азии на пару месяцев. Да, вот я думаю, есть ли такие варианты вообще, или это все-таки такое, уже надо ехать, прям снимать где-то, ну, на букинге просто бронировать и все. Ну, самый оптимальный. Я бы сказала, что это довольно легко, и в плане бронирования, я не понимаю, в чем проблема с бронированием. Не, ни в чем, я просто не из-за вот так подумал, если захочется поехать, что-то лучше как это сделать. Я бы сначала подумала, что вы хотите в целом, то есть, если непонятно пока что. Пожить соц. Я бы приехала в город, который визуально кажется интересным, сначала пожила бы там пару дней в хостеле, а вдруг я приеду, мне не понравится этот город, да, и попутешествовала бы по стране, выбирая место, которое кажется приятным. Заранее можно погуглить, какие места кажется приятными большинству людей, которые едут туда на зимовку, набрать зимовку в Таиланде, посмотреть, что люди вообще пишут, и потом с самого проехаться. Я бы заранее ничего не брала просто из-за того, что вдруг не понравится, вдруг рекламный буклет прям сильно окажется отличается, или там выяснится, что интернет не такой, как надо, или что-то еще. Поэтому приезжать ногами можно, после чего на букинге что-то забронировать. Но, в принципе, в Таиланде нередко бывает, что гестхаусы сами по себе настолько дешевы, что нет большого смысла бронировать что-то на букинге. Я бы смотрела и гестхаусы. Гестхаус – это вариант отеля тоже, дешевый отель гестхаус, он называется. В Бангкоке есть улица Као-сан, где расположено большинство дешевых гестхаусов. Можно ехать прям сразу на улицу Као-сан. Там все вас туда и будут поправлять, если вы будете спрашивать, где жить. Если вы поедете в Паттайю или в Краби, там есть обычно русскоязычные люди, которые пишут про эти регионы, можно им вопрос просто написать, где вот сейчас что сдается. А там это вот, а билеты лучше тоже, то, что вы порекомендовали смотреть, да? Я бы посоветовала вам заранее посмотреть на этих ресурсах, в случае, если вы ничего не найдете, искать горящий билет. Но лучше, если вы заранее так знаете, в целом, лучше заранее покупать, да, надежнее. В Таиланде не нужно ничего, кроме загранпаспорта. И на границе вас, как правило, спрашивают также ничего. Могут спросить обратный билет, но я так понимаю, что если вы на два месяца едете, то он у вас будет. Ну, там пусть и не надо. Да, там нужно, желательно проверить правила въезда, не менялось ли там чего-то вот в последнее время. Я не помню, там 30 или 90 дней. Вот нужно посмотреть, в случае, если 30 дней, но в худшем случае сделать бронь билета неоплаченную обратно. То есть самое страшное, что могу спросить, это обратный билет. Желательно заранее проверить, что ваш паспорт будет действителен еще какое-то время после того, как вы вернетесь, потому что это может быть основанием отказа во въезде. Есть страницы в загранпаспорте проверить, заранее почитать в форумах, какие сейчас последние новости, что сейчас происходит с Таиландом, в плане того, не ввели ли там ограничения, ровно завтра какая-то революция начнется в Таиланде, и там везут ограничения какой-то на въезд. Не случилось ли такого. После этого смело берем билет на одном из этих ресурсов, текстовом, в варианте они будут выложены еще дальше. И в плане жилья, да, я бы заранее прогуглила дешевые гестхаусы, переночевала бы, ну, вы, наверное, в Бангкок перелетите, да, для начала можно посмотреть сам Бангкок, он очень интересный город. После Бангкока можно поехать в любую из курортных зон. Многие люди едут вот в Крабе, кто любит лазить по скалам, и кому нравится потише, чтобы было, если вечеринки, то это больше Паттайя. Есть еще варианты такие совсем панковские, где нет людей, и куда не ездят туристы, это на юг Таиланда, какой-нибудь город типа Сан-Кхуэ. Но это, если вы ненавидите других туристов, то в Сан-Кху надо ехать, там нет людей вообще, даже Тайцев там нет, там Малайцы живут, они этнически другие. В целом ничего сложного в этом нет. Обычно люди ездят, работают на удаленке с интернетом, покупается местная симка. Местные симки полезно гуглить, есть типа Википедии ресурс, который имеет ссылки на сим-карты основные данного региона. Российские операторы сейчас довольно дороги. В целом можно перевести свой российский оператор на ровно на пару дней, пока вы ищете местную симку, вообще понимаете, что и как. В целом Wi-Fi практически везде есть, электронная телефония, звонить можно всеми обычными программами. Спасибо большое. А можно вопрос? Да, вопрос был сначала, да. Сереж. Ага, в плане карточек, да-да-да, я поняла этот вопрос. В плане карточек я обычно имею несколько карточек разных банков. Сейчас у меня есть одна карточка, у которой есть русский банк. С иностранным банком сейчас проблема, что есть движение по счету, у тебя счет уностранных банков, там могут придраться налоговой или что-то еще. Я не пользуюсь ничем таким. С русским банком есть многие банки, у которых есть беспроцентное снятие с карты, когда ты находишься за рубежом. В случае, если ты снимаешь, начиная с определенной суммы, и счет такой тоже бесплатный. У меня у самой Тинькофф, я не рекламирую ни в коем случае, или мне за Тинькофф ничего не платят. Карта, которую ты делаешь, кладешь, если у тебя более 100 тысяч рублей на ней лежит, это бесплатно, если меньше, это 1 доллар в месяц стоимость такой карты. Есть похожие карты других банков, я просто про свою рассказываю, потому что у меня такая. Потом, соответственно, если ты за рубежом снимаешь более 100 долларов в пересчете на местные деньги, то тебе это абсолютно бесплатно, если у тебя банк не берет никакую комиссию. Еще у них, если это долларовая карта, еще и конверсия довольно хорошая. Про банковские карты хороший ресурс банкиру, если вам интересно в плане, какую карту делать, можете смотреть его, наверное, многие так в курсе. У меня несколько карт. У меня моя основная карта – это долларовый Тинькофф с беспроцентным снятием, который бесплатен также мне. У меня на нем лежит некая сумма с запасом. И, помимо этого, у меня есть рублевая карта, привязанная к основным моим счетам, на которые я могу, если что, вывести все свои запасы вообще. Основные депозиты, которые просто на жизнь, которые я не планирую тратить путешествия. Но, чтобы это сделать, мне нужно войти в онлайн-банкинг, там, сто раз авторизоваться. Поэтому ситуация, в которой меня украдут и все снимут, маловероятно. Потом у меня есть с собой наличные деньги. Некоторые страны, например, Япония, как ни странно, их валюта настолько стабильна, что она часто продается в Москве за нормальные курсы. Можно купить еще в Москве. В плане обмена денег есть прикольное приложение, называется Exchange, через X пишется. Можно себе поставить приложение на телефон и сверять то, какой курс вам предлагают, обменный с этим приложением. Я обычно, если еду в страну надолго, снимаю деньги с карты просто в первом удобном банкомате. С банкоматами вы, наверное, знаете, что такое скимминг, что если банкомат стоит не пойми где и выглядит странно, не надо им пользоваться. Идеальные банкоматы лучше всего пользуются банкоматами, которые находятся внутри банка или как минимум в прибанковой зоне, в какой-нибудь там задверочке или что-то такое. Банкоматы непонятного свойства периодически могут делать всякие неприятные вещи, копировать вашу карту. Про это можно тоже, про банковскую безопасность дополнительно почитать в интернете или в моей книжечке. Я сюда принесла некоторое количество своих книжек. Это примерно то же самое, что я рассказывала, только с подробностями. Называется «Как объехать весь мир на одну зарплату педагогическую», повторюсь. Мы написали в соавторстве с Семеном Павлюком. Семен Павлюк – это режиссер программы «Планета футбола», путешественник, преподаватель географического факультета МГУ, тоже посетивший более 100 стран. Здесь у меня есть общие советы в плане того, как на сколько ехать, как понимать вообще, что и как делается, что такое переключенческий туризм, про авторские туры, как выбрать страну, куда ехать, откуда брать информацию, откуда брать карты. Карты, наверное, многие знают ресурс Maps.me для карт, что можно скачать себе на телефон карту, и она работает в оффлайн-режиме в том числе. Единственное, важно закачать карту раньше, чем у вас закончился интернет. И эту карту можно использовать как GPS, по ней ходить, по ней ездить, не пользуясь ничем платным или жрущим ваш интернетик. Еще у меня есть про попутчиков, как искать попутчики, какое бывает снаряжение, подробности про деньги и паспорта, визы, пересечения границ, что такое визовая история, какие бывают опасности, как их избегать, какие бывают болезни в путешествиях. Глафу Малярия мне вычитывал товарищ, известный блогер, который пишет про болезни, как его зовут, Баталикс, про проживание, подробности, питание, перезвижение, как искать абилеты и так далее. Если кому-то интересно, книжки стоят 250 рублей, их можно купить у меня, их можно купить на зоне, их можно купить в большинстве больших магазинов. Ну вот, некоторое количество у меня их есть, можно взять себе или в подарок, к кому-нибудь, кто начинает путешествовать. Малярия, можно еще продолжение вопроса? Да, тогда можно. Если все потеряли, то есть рюкзак украли, ничего нет, и паспорта в том числе, и вам переведут родственники деньги, как их, может, их же никак не заберут? Я в посольство обращусь к таким вопросам. У меня ни разу не было такого, чтобы мой паспорт украли, но на этот случай у меня еще есть отсканированные все мои документы и визы, которые кланятся на Google Docs, поэтому чтобы получить ксерокопию паспорта, мне достаточно дойти до интернета. Полезный лайфхак, тоже, наверное, следует упомянуть. Отксерить, отсканить основные документы и иметь их где-то в интернет-доступности, чтобы не остаться совсем без всего. Помимо этого, полезно помнить наизусть номер банка, чтобы звонить туда и блокировать карточку в случае, как раз если все украли. И некоторые другие вещи тоже полезно учить заранее, держать в памяти. Телефон, помните, например, того человека, который вам переводит наизусть, потому что вдруг у вас украли записную книжку тоже. Параллельно хранить его где-то в онлайн-варианте, и большинство вещей, связанных с информацией, полезно иметь у себя где-то в онлайн-доступе, чтобы если у вас украли то, где вы записываете, вы могли это установить. То есть сразу идти в посольство, если что-то такое происходит? Обычно сначала идти в полицию, потом в консульство. Я ни разу, у меня ничего не было плохого за все эти страны. На всякий случай, да. Обычно в полиции делают протокол, с протоколом потом приходишь в консульство, в консульство делают справку на возвращение. Она заменяет загранпаспорт для пересечения границы. С ней можно вылететь или выехать, да. Можно еще вопрос? Да, да. Ну вот как начинающий, у меня просто есть страх путешествия, потому что ни разу это не делаю. Можно еще разочек по пунктам. Что необходимо сделать? То есть я так понимаю, что изначально покупаются либо билеты, либо смотрится изначально, например, на Booking.com, смотрится какой интерваль, там, какой гостиница, какая гостиница тебя устраивает, да. Потом под эту гостиницу купить билеты. Под гостиницей я бы не стала покупать билеты, потому что в целом обычно гостиницы их много, а билетов мало. То есть в гостинице это меньше дефицит, чем билеты. Хотя, наверное, если бы специфическое место, если едете, может, да. Я бы делала следующим образом. Я бы сначала искала дешевый билет и сразу нашла билет, тут же в соседней вкладке посмотрела, что там с отелями в эти дни. После этого ты покупаешь билет, бронируешь гостиницу. Так тоже можно, да. А через Booking.com сразу ее покупаешь? Можно не сразу выкупать, можно выбрать опцию оплатить по прилету, если есть какие-то беспокойства. Как правило, у них есть вариант не платить кредиткой сразу, а платить в момент заселения. Такой вариант можно выбрать заранее, когда вы бронируете. Пишите, что я буду платить при заселении. Будешь я все делать вместе за два за три? Довисит от ваших расписаний, ну да, в целом лучше, наверное, да. А как быть с трансфером? Как это заказать здесь трансфера, например, от аэропорта до гостиницы? Я смотрю общественный транспорт в Google, есть maps.google.com, карты Google. Вводите в ваш аэропорт и вводите в вашу гостиницу. Нажимаете «Проложить маршрут общественного транспорта». Он вам показывает. Обычно, если это не совсем экзотический остров и бунгало на пляже в 20 километрах от ближайших жилья, то, как правило, туда будет общественный транспорт как-то ходить. Я все время езжу общественным транспортом, иногда автостойку. У меня пока не было ни одной ситуации, когда не было… О, дебабве, да, единственная ситуация, когда не было никакого общественного транспорта между аэропортом и местом, куда я ехала. В большинстве мест есть, да. Можно, опять же, на месте поймать такси, в случае, если вас не устраивает общественный транспорт или неохота ждать, или что-то еще. Но вот в Мексике, в Таиланде… В Таиланде метро ходит вообще в аэропорт. Кто там хотел в Таиланд? Да, из аэропорта в Бангкоке можно на метро дать до Бангкока. Прямо. Если у тебя нет визы, как ты можешь покупать билеты? Для, смотря какой страны. Когда ты не сдумался, не дадут визу на билет. В смысле, да, есть страны, которые на визу хотят билет. В таком случае есть два варианта, на самом деле. Ты купить билет или сделать бронь билета, которая истекает через 24 часа за час, до того, как ты пошел в посольство. В этом случае ты приходишь, у тебя бронь выглядит как-то настоящая. Там на ней где-то мелким шрифтом написано «оплатить до». Но в целом обычно этого не видно. Чтобы получить такую бронь, вы когда на скайсканере бронируете свой авиаперелет, выберете опцию «оплатить в офисе» или «оплатить бронь, придя в автомате Киви» или что-то, чего-то такое. Тогда он даст вам сутки, скорее всего, на это, и можно с такой липовой броней податься на визу. Но если билет, например, очень дешевый, то нередко бывает, просто в Японии у меня так было, что билет в Японию дешевый, я нашла за три месяца до въезда в Японию. А визу тогда я делать еще не собиралась, было слишком далеко, моя виза бы уже истекла. Она дается с момента подачи, начинают дни идти. Поэтому я купила билеты, просто рискнув их стоимостью, и потом получила визу. Но Япония страна легковизовая, визу дают практически всем, поэтому я не очень сильно переживала. Поэтому если ваш вариант это не Австралия, Великобритания, Новая Зеландия или какая-нибудь Папуа-Ново-Гвинея, то, скорее всего, проблемы, особенно если это Таиланд, Турция, Египет, Испания, то, скорее всего, не будет большой проблемой. В Новой Зеландии тоже тяжело связывать? Легче, чем в Австралии, но тоже тяжело, да. Они не любят нас. Какие еще? Да, вот там вопрос. А сообщество о свободных путешествиях, оно вообще большое в России? Если начинать, допустим, посвящаться эту тему, то какой реально такой он оффлайн? Оффлайновое сообщество. Во-первых, каждый понедельник собирается около, ну, под сотни, наверное, человек, не все из них путешественники, на становительских лекциях на дебаркадере. Вот нижняя ссылочка, она тоже будет там висеть. Это проект, которым я рулю в качестве администратора. Это лекция о путешествиях, куда разные люди приходят рассказать о разных странах. Всех вас тоже приглашаю. Каждый понедельник лекция на какую-нибудь новую тему, какую-нибудь новую страну мы берем и рассматриваем ее с точки зрения кого-то, кто в нее недавно съездил. У нас разные довольно лекторы. Кто-то с точки зрения географического разнообразия рассказывает, кому-то больше интересен какой-нибудь индустриальный туризм или животное, простите, животное или что-то еще. Помимо этого, каждый год бывает фестиваль, называется он «Сход АВП». Он проходит в июне и в сентябре. Туда собирается около 500 человек. Это так, чтобы оценить масштаб примерно российской путешественнической тусовки. И на этом фестивале можно приехать туда с палаточкой и пожить там лекции в режиме с утра и до вечера два дня подряд. Плюс бывают еще другие дни лекции. И можно лично познакомиться с кучей путешественников, в которых 50 плюс стран, которые поделятся с вами своим опытом. Он проходит в Подмосковье. Обычно анонсы этого мероприятия можно увидеть в ЖЖ Антона Кротова и в ВКонтакте Антона Кротова. Потом можно подписаться на группу Академии вольных путешествий. Про некоторые тусовки тоже там пишется. Можно подписаться на группу «Становедческие лекции на дебаркадере». Все путешественнические мероприятия мы стараемся постить у себя. Мы не только свои мероприятия рекламируем, но и мероприятия других людей разных. Потом в Москве есть клуб «Миры», который собирается регулярно. Они более коммерческие немножко. Это гиды в основном. Но они тоже распространяют безвозмездно, в том числе информацию, связанную с путешествием. У них можно поспрашивать, поинтересоваться. Потом есть такое место «Миротинский сход», про который вам расскажет администратор. А, сегодня другая девушка работает. Сергей лучше, чем я, потому что она знает, как она там живала. Можно прийти на дебаркадер, можно приехать на сход АВП, можно прийти на лекцию Антона Кротова. Он один из самых известных популяризаторов бесплатных, дешевых, всяких разных самостоятельных путешествий. И тусовка путешественников обычно рада новым людям. Буду рада еще вопросам. Даже если вам, они кажутся, какие-нибудь странные или что-то. Да? Критический вопрос у меня был. Собственно, я интересовалась, как можно попасть в наш Питцберген. Там, по-моему, есть база метеорологическая российско-норвежская. Я интересовалась, можно ли там побывать. Спасибо, всего хорошего. Можешь задать этот вопрос в каком-нибудь форуме, типа форума Винского, или в группе ВКонтакте одной из путешественнических. Я, честно говоря, не в курсе. Если хочешь, я могу у себя запостить. На меня подписаны всякие разные путешественники. И добавлю тебя, что это ты спрашиваешь. Ну, если ВКонтакте они будут отвечать, чтобы ты увидел. Хорошо. Да? А в плане техники что-то берешь? В плане техники. Я с собой беру обычно вот этот несчастный назвок. Вот, собственно, свои трещины получила ровно в Зимбабве. Как раз вот такая потресканная. Потому что я купила картошки для того, чтобы сварить щи. Вот этому молодому человеку, участвовавшему в конкурсе вместе с Зимбабве. И картошка продавила слегка мой компьютер. Беру компьютер, беру зарядку от компьютера. Фотографирую я или телефоном, или фотоаппаратом, или тем и тем. В последнее путешествие я ездила без фотоаппарата. Но вот в ближайшее путешествие я хочу с фотоаппаратом поехать. Потому что все-таки фотографии не очень получаются с телефона. Хотя у многих хорошие телефоны работают. Потом я беру с собой, как правило, переходник. Если он у меня уже есть для многих стран. Переходник выглядит примерно вот так. Это в обратную сторону переходник. Это на русскую зарядку переходник с американской. Но во многих странах американский стандарт. Можно заранее это нагуглить. И переходники в магазинах советских типа свет продаются. Можно часто купить переходник и в стране в самой тоже. Потом из техники. А, ну пауэрбанк я беру для телефона. Да, потому что если я несколько дней еду автостоком, например, ночую в палатке, то пауэрбанк тоже очень пригождается. Он довольно большой, но я не жалею, что я его вожу. Фонарик еще с собой беру. Если ночью где-то идешь по стране, где может быть не очень хорошее освещение, фонарик часто помогает, да? Просто если поездка не в основные туристические центры, не говоришь, не в основных туристических странах, то это не ясно наткнуться на англоговорящего человека, сколько, естественно, местный язык будет совершенно непонятно. Очень сильно зависит от страны. Зависит страну, я скажу. Ну, я понимаю, что даже в Европе будет разница между той же Францией и Великобританией, но я имею в виду страны, которые именно не туристическими. В Европе не говорят по-английски, в основном. То есть все работники только говорят. То есть вот вся Африка, например. Не, не вся Африка одинаковая в этом плане. В Кении и в Танзании будет достаточный процент англоговорящих людей, чтобы ты мог выяснять, что ты хочешь. В Кении и в Танзании не будет проблем. Переходи, нужно найти магазин. Нарисовать можешь бумажки. А, по всех. Или показать вот так, просто потряси и все, да. Есть такая игра «Крокодила». Она суперполезная, если вы собираетесь путешествовать, можно играть в «Крокодила». Я объясняла как-то раз слово «яйцо». В Эфеопии хотел купить яиц. У меня очень сильно болел живот. И я показывала сначала, ну что там, яйцо, что там разбить, да, там, что там желток. Они не понимали. Потом я начала показать «коп-коп-коп-коп-коп». Типа, чпок. Таки мне продали яйца. В странах Европы в основном… Там не было на прилавке яиц. Мне нужно было узнать, где продают яйца. И выяснилось, что был один мужик, у которого они там висели где-то в мешочке. Он связал. Но Эфеопия – это крайний случай. В большинстве, как есть страны, где… То есть в европейских странах в большинстве стран довольно нормально. То есть ты рано или поздно кого-то, кто как-то говорит, найдешь. Со всем каких-то дальних странах. Ну, в Латинской Америке я испанский знаю. Я испанский учу, да. Но в целом можно объясниться с помощью рук, ног. Есть еще такой замечательный словарь с только картинками. Рисовать можно. Тогда тут по-другому вопрос звучит. Если ехать не буквально там на две недели, просто интересно, да, посидеть и уехать, тогда, понятное дело, не нужно. А в принципе усилия по банальному базовому изучению языка местного имеет смысл вкладывать в это? Если я заранее знаю, что я хочу поехать, например, в ту же Латинскую Америку, если я заранее знаю, что, соответственно, там испанский язык, ну, самое вероятное, что я найду кого-то, да, и там выучить хотя бы 50 фраз, которые точно потребуются, имеет смысл или можно просто ехать? Для меня такой вопрос актуален становится, когда я еду с топом, и я учу фразы всегда можно прямо бесплатно, сколько в сторону такого-то города. Я беру маленький набор, не 20, не 30 фраз, а десяточек буквально фраз. Если этот язык тоновый, то это бесполезно. Например, говорить с китайцем в случае сообщения по-китайски бессмысленно. В случае, если этот язык полезный, я нередко учу его, насколько там вменяем уровень, а так французский выучила, где-то у меня А1, А2, может быть, уровень. И имеет смысл еще учить языки, которые распространенные, и ты подозреваешь, что тебе еще пригодятся. Например, испанский, он в очень большом количестве стран полезен. Плюс куча людей, которые не латиноамериканцы, могут знать испанский как первый иностранный или как второй иностранный, например. Но когда я ехала в Иран, я учила только самый базовый набор, чтобы объяснить, что это мой муж, например, или что я хочу есть, такие вещи. Плюс можно поставить себе на телефон, скачать приложение Google Translate. Он очень хорошо переводит, если не очень хорошо, но оно легко, как это сказать. У него есть удобная опция, ты можешь включить голосовой, знаешь, если человек говорит тебе в телефон. Единственное, что для этого нужно обычно, чтобы у тебя Wi-Fi был, в смысле интернет был. И он говорит, мы так в Японии общались с водителями, кто нас подвозили. Мы купили симку с Wi-Fi и говорили в телефон, они отвечали. И так у нас довольно хорошие беседы бывали. Иногда, конечно, приложение вызовет какой-нибудь чепуху в стиле, есть ли у вас мертвые бабушки или что-то такое. Я как раз подумала, рассказывали о дешевой еде. Например, это, скорее всего, заведение для местных, оно где-нибудь там, на главной улице и так далее. И там полностью все на японском, разговариваются только на японском. Соответственно, надо хотя бы выяснить, что это, и хотя бы ткнуть пальцем в блюдо и заказать еще возможно. А хоть как-то о нем что-то узнать или там как-то объяснить с человеком, что я еще хочу там попить что-нибудь. Попить? Ну, то есть все же остальное. Абсолютно. И это нормально, и все мне воспринимается во всех странах. У меня был один случай, когда это воспринималось плохо за всю историю. Обычно, да, жесты воспринимаются нормально. Плюс я прежде чем ехать в страну, гуглю что там с едой. И нередко у тебя уже будут, в случае с Японией, была прекрасная англоязычная статья, в которой была наводка на кучу таких мест с фотографиями. Ты уже заранее смотришь фотку, что вот этот удон, который я показывала, что он в заведениях, которые вот так-то выглядят. Или есть сетевые заведения такого-то названия. Потом на рынках, как правило, всегда есть дешевая еда какая-то. Потом можно у своего хоста каушерфинг спросить, где поесть. Можно в Tourist Information обратиться. Знаете, есть Tourist Information в большинстве больших городов, и не очень больших тоже, куда ездят туристы, есть киоск туристической информации. Обычно в аэропорту можно взять карту города, и на нем будет отмечен, где находится киоск туристической информации. В случае, если вы заранее ничего особенного не гуглили, можно обратиться туда, и они, как правило, подскажут. Они обычно, если говоришь, что мне куда рабочий класс ходит, они дают. Плюс столовые, как правило, это места, где дешево. Если видишь там подносы, и люди с подносами ходят, там недорого. Видите, много студентов или плохо выглядящих людей, это тоже, наверное, так будет дешево. Идите за ним, сад. А в годы путешествуете всегда? По-разному. Сейчас я путешествую с мужем, до этого я путешествовала одна. И в процессе периодически бывало, что я еду одна, но в процессе перестаю быть одной. Это нередко случается. Пере путешествовала с подругами, в коллективе людей в большом довольно. По-разному бывало, в общем. А есть какие-то сайты, где путешественники объединяются и едут вместе? Есть сообщество, которое называется Travel and You, где тусовка такая путешественников. Спасибо. Но там такие, ну, на любителя, не знаю. Есть вот дебаркадер, проект, про который я говорила, лекция на дебаркадере, который я веду. Там туда приходит много путешественников, можно с ними задружиться и ездить. В целом, когда вы много ездите, у вас складывается обычно компания друзей, которые делают то же самое. Я в основном езжу с друзьями, которые тоже путешествуют. Я пишу у себя, что я собираюсь куда-то, и они отвечают, что мы с тобой. В целом, можно либо искать путешественников и ехать с ними, либо своих друзей совращать в путешествие. Я немало народу так в путешествия в каучсерфинг обратила тоже. Да, еще что там? Нет, про каучсерфинг еще вопрос. Вы упоминали, что в том же день Павла сразу сообщил, что в английском не разговаривали. Это было в Бразилии, но да. Ага. То есть как часто такое случается? То есть люди приглашают к себе путешественников, которые никак с ними, в принципе, не общаются и не разговаривают? Каждый двадцатый, может быть. А, то есть в принципе... Бывает, но не суперчасто. Обычное дело. То есть они знают какой-то общий язык. Обычно люди знают английский, у них в профиле написано, на каких языках они говорят, и на каком уровне. Это редко не совпадает. Просто помимо этого, бывают люди, которые принимают, а общаться не хотят. Такое тоже бывает. Каучсерфинг, ну, кто же понимает, что это такая гибкая структура, и у каждого человека свой каучсерфинг в этом плане. Кто-то, например, берет тебя всем и торобудит, везет тебя смотреть собор Парижской Богоматери, потом есть петуха с вином, потом куда-нибудь там мулен-руш, не знаю, и вот каждая твоя минута принадлежит к хосту, он тебя вот везде развлекает, везде вводит на свой счет. Договаривается, или это просто у него написано, что он любит возить? По референсам видно, по аузам. Есть люди, которые, наоборот, ожидают от тебя, что ты им еды притащишь, там, алкоголь, там, куда-то выведешь их, там, тоже такое бывает. Потом бывают люди, тусовщики, у которых приходишь, там еще 50 человек, и они все там папу-рогу что-то передают, записывают, да, не буду говорить чего-то. Очень по-разному. Пенсионеры, которым хочется поделиться историями советской молодости. Подростки, которые переехали в Японию и ходят вот с такими глазами, как у аниме, потому что это их первая иностранная страна, это их жизнь в Японии в 19 лет началась, после какого-нибудь южного штата консервативного, американского. Всякое бывает, вообще, чего только не бывает. Полезно заранее смотреть, что это за человек и договариваться, понимать, что тебе никто особо ничего не должен. Если человек обещал принять и в итоге не принял, ты вправе ему писать плохой отзыв. Или если он, ну, откровенно нарушал твои границы, например, там, трогал тебя, или, там, без твоего желания, или что-то еще, это тоже все, конечно, подсудное дело, плюс достаточно и полностью писать плохой отзыв. Если ты приехал, и тебе просто не нравится человек, от него можно вот съехать, например, там, у меня такое бывало, что человек какой-то не очень, или мир-то мне не понравился, и я переезжаю в хостел или что-то еще. Но в целом, в основном, люди адекватные, и по референсам видно, что за человек, а профилю видно, что за человек. Здесь у человека написано, что я, там, люблю спиритуальность, не знаю, йогу, у меня дома, там, окно в шамбал и так далее. Это один вариант опыта, что ты приедешь к нему, наверняка, он будет тебя тоже обращать на йогу и шамбал и прочее. Если у человека написано, что он старик, например, то, наверное, он в 5 утра будет не рад, что ты придешь там, да, под всех, в общем, надо подстраиваться. Окей. Спасибо. Спасибо, я готова еще отвечать, да. Да. Насколько путешествия совместимы с графиком 5-2? Зависит от отпуска, сколько у тебя отпуска. Ну, какой обычный день, который будет 5-2. Я не знаю, что такое обычный человек. Я запрашиваю скорее данные, которые у тебя есть, по выборке, которые у тебя есть. Насколько среди них много людей, которые совмещают путешествия по десяткам стран и график 5-2? У меня маленький процент таких людей, потому что что обычно происходит? Человек с графиком 5-2 начинает ездить по десяткам стран и понимает, что ему это нравится сильно больше, чем 5-2, и находится на работе. Классический вариант такой вообще. Есть у меня знакомые, которые работают на такой прям серьезной работе 5-2 и ездят на две недели в году, но они в основном ездят несколько более организованно, просто потому что у них нет времени, у них из-за 5-2 нет времени в будние дни сидеть и там запросики рассылать через каучсерфинг, и вы гуляете, какой там фритур, когда есть. Но есть меньшинство таких людей, но есть. Обычно, если люди подсаживаются на это, у них вся жизнь начинает быть следствием, а не причиной их путешествий, скорее. Путешествие — это главное, а работа должна быть такая, которая путешествие не мешает, или что-то такое. Но можно в целом, наверное. То, что таких людей мало, не означает, что у тебя не получится. Многие люди, у кого нет проблем с бюджетом, да, они могут просто летать самолетами на выходные себе куда-то или что-то. То есть 5-2 обычно приводит к пополнению бюджета, и можно себе позволить. А вопрос был как раз, если в случае неживной потери места, где ты живешь, ты будешь быстро найти, ты как раз хостер какие-то, или что-то еще? А что случилось там? Место как потерял? Да, да, да. Ты приехал там тебе... Хостер, а он там наркомат какой-то городский, да. Хостер не понравился, или вообще там ты его не нашел? Открываю Wi-Fi, это уже хоста, и цинично через его Wi-Fi гуглю, где дешевый хостер, да. В случае, если у меня хост написан, я бывала, что в аэропорту пишут, что знаешь, у меня умерла собака у любимой бабушки, и я улетаю в Ахаку навсегда, теперь где-то спи еще. То тоже, да. Или можно еще... У меня часто бывает, что ответило больше одного человека, что они готовы принять, и тем людям, которые человек номер один, человек номер два, я говорю, смотри, у меня есть хост, но если что-то случится, можешь дать мне свой телефон, я тебе позвоню. Или в WhatsApp, да, лучше. Соответственно, также цинично из Wi-Fi аэропорта пишу, что, ой, у меня мой хост передумал или оказался там наркоманом, или там каким-то еще не таким, можно к тебе. В целом, у меня не было такого, чтобы я сидела где-нибудь в парке и плакала всю ночь, потому что не нашлось ничего, обычно находится что-то. Да. И еще один тогда вопрос, насколько климат имеет смысл, то есть, насколько имеет смысл ездить только в теплое время года, например, если только не специально куда-нибудь в Сландию посмотреть на ледники, конечно. Я имею в виду, что, поскольку у нас, получается, делится, да, то есть можно с круглый год ездить, не зимой, а и насколько это вообще, ну, как сказать, если... Насколько это удобнее, то есть меньше вещей, проще, может, еще в чем-то. Ну, я, например, если я уже на зиму, такой вариант с Таиланда, я бы попросила кого-то меня отвезти и радостно оставила бы в машине все свои теплые вещи и пошла бы там в джинсах и легкой кофточке. Нет, я скажу я про другое. Вот ваш опыт за долгие годы, множество стран... В разные совершенно времена, в зависимости от работы у меня это было все. Не было такого, чтобы специально выбирать более теплые страны или более теплые времена года. У меня работа в этом плане была определяющая, наверное. Я долгое время и сейчас, собственно, живу в таком графике, что я работаю всю зиму, а я отдыхаю все лето. У меня все лето есть на то, чтобы куда-то съездить, соответственно, я еду просто куда хочется. Специально я подстраивала только когда я закончила университет. У меня диплом был зимой, я сразу после диплома на следующий день улетела в Таиланд именно с целью быть в тепле, потому что мне хотелось путешествовать по теплу. Но сейчас, например, я поеду в Турцию на этот Новый год, там не будет сильно тепло, но мне не хотелось сильно тратиться на авиабилеты. Плюс, как ни странно, из этих 74 стран в Турции я не была. И вот поеду смотреть. Поэтому я думаю, что это не принципиально, другие факторы важнее. В целом, конечно, приятнее ездить по теплу. Но тут нужно тоже учитывать вопрос вашей жаростойкости, потому что есть люди, которым минус 30, они делаются печальные пандами, и, соответственно, тогда наоборот следует выбирать не лето или не страны, где супер жарко. Но это обычно, когда начинаешь, довольно быстро понимаешь, как тебе комфортно в плане температуры и таких каких-то штук. Просто я подумал как раз насчет варианта, что вы рассказывали, что вам не приходилось в парке сидеть в ожидании чего-то. И мне сразу картинка в голове представилась, что одно дело летний парк, а то есть полдня ищешь себе хостел, и вроде все хорошо. Другое дело, когда это зимний парк, и ты полдня сидишь и ищешь себе хостел, и уже не так хорошо. Зимой, если остался без хостела и без каучшерфинга, и прям все отказали, у меня... Ну, просто без хостела очень сложно остаться, это должен быть еще маленький, маленький, несиенный пункт. Можно попробовать в церковь зайти, попроситься поспать, там сказать, я там мерзаю. Брутальный вариант спать на вокзале, на каком-нибудь, в любом теплом помещении, постучаться в помещение, но это тоже зависит от того, что это за город, это большой город или это деревня, или что. Если большой город, то прям вот очень малая вероятность, что там не будет никакого жилья платного. Просто наибольшая вероятность, что придется там заплатить там 20 евро, к сожалению, или что-то такое. Потом можно стучаться к местным иногда, спрашивать, кто у вас сдает, если это Сербия, например, какая-то, это вообще нормально. Ну, а, кстати, а все туристические, пешие маршруты и так далее в холодное время года не напрягало часами куда-то идти? Ну, у меня выбора не было. Нет, ну, когда уже приехал, выбора вроде как нет, а я про планирование. Ну, про планирование, если у меня есть выбор поехать в теплую страну или в холодную, я выберу теплую, кроме как, если это лето, лето мне все равно. Но сейчас, например, мне не хочется тратить слишком много денег на ближайшее путешествие, плюс, ну, вот такой дешевый вариант попался 5000 рублей туда-обратно, в Турцию, подумала, надо ехать обязательно. Шенген у меня есть, я из Турции зайду в Грецию, колечко сделаю, и там, соответственно, я буду, конечно, грустить, что я не могу купаться там в море так часто, как я себе по этому маршруту ездила летом, но это приятнее будет, чем в Москве, я не вижу такой драмы в этом. В целом, конечно, лучше, если едешь в какое-то место, где очень хорошо летом и куда ты знаешь, что можешь попасть летом, лучше, конечно, летом туда ехать или весной, осенью. Другое самое, есть места, где летом супер... А ты руку понимал, да? Нет. Есть места, где летом супер жарко, и куда наоборот, хорошо ехать, вот Мексика, например, или Южная Европа весной, осенью, хорошо ехать летом, жарковато будет. Это все вторично в плане погоды, но если тебе именно, вам именно важно погодное, то можно найти. Важно было, как опытный путешествий, учитываете вы это? Учитываю, но в среднем для меня первичные другие факторы. Я ходила в походы тоже зимой, я ездила как-то раз в полярную Финляндию, в феврале смотрела Северное сияние. Я скорее стараюсь избегать повода, если есть выборы, но в целом, если другие факторы перевешивают, то фиксирую с ходом. Да, вопрос был, нет? Оказалось? Да. У меня еще немножко вопрос про твою чудесную выборку. Пожалуйста, какие, какой топ-причин, почему люди вообще ездят путешествовать? В этомах нужно ранжировать. Топ-причин, почему люди ездят путешествовать. Из моей чудесной выборки, опять же, да. Такой вопрос, никто не спрашивал из этого, как прикольно. Есть люди, для кого это самоутверждение. Из таких упор, я сейчас беру довольно упор от таких путешественников, высокой степени упор от, естественно. Понятно, что люди, которые едут в Турцию на две недели отдыхать, наверное, едут или по каким-то довольно очевидным причинам. Для кого-то, например, для меня это способ почувствовать себя частью планеты, на которой я живу, и способ чувствовать, что я что-то знаю о мире, чего я бы не знала, если бы не путешествовала. Получение какого-то эмпирического опыта взаимодействия с окружающим миром. Для меня еще это во многом возможность почувствовать, что мы живем в безопасном, добром и изобильном мире. Это чувство, которое я теряю, когда долго нахожусь дома. Когда я еду в путешествие, я вижу, насколько на самом деле люди в целом добрые, насколько в целом все вообще легко, насколько мир изобилен, насколько много людей, которые хотят себя накормить, угостить и так далее. И не за что. Зачем люди еще ездят? Есть люди, которые очень любят природу. Они ездят из-за природы. Спасибо. Ездят, чтобы смотреть на достопримечательности многие люди. Им просто интересно видеть там, где жил кто-то. Один у меня друг, он помешан на этом самом, на войне севера и юга. Он путешествует по полям битвы и потом мне рассказывает все это. Он приезжает каждый раз. Я был, значит, там-там-то, вот там-там-то. Такая пуля лежит и он прямо, для него это смысл жизни. Он очень это любит. Какие-то люди ездят потому что по климатическим причинам. Им нравится быть в тепле зимой и нравится быть летом вне смога московского. И они путешествуют чисто ради сенсорных удовольствий. Есть люди, которым нравится какая-нибудь религия или философия. Они из-за страны где-то процветают. Но можно так же, наверное, поехать в Швецию как страну процветающего атеизма. Это мне неинтересно. Культура. Людям многим нравится культура разная. Им интересно, как по-разному общаются разные люди, как они по-разному устроены, как общество по-разному устроено. Топ очень сложно выделить, потому что мне кажется, что у большинства людей нет одной явно выраженной причины, а еще куча людей не рефлексирует свою причину, почему они это делают. Они могут сказать то, что нравится, приятно, тепло. Куча людей скажет, куча друзей уезжает в Тай на зиму или в Индонезию, ну потому что в Москве, ну ты что, ну вообще, как ты думаешь, почему это в Таиланде? Глупый вопрос скажут они мне. Потом приключения, само вот это чувство. Мне все время, когда первая в жизни поехала в другое место по отношению к Московской области, я очень расстроилась, потому что я подумала, что путешествие очень умыло. Ты едешь, и ничего не происходит. Когда путешествие таким бэкпекерским способом, ты попадаешь в приключения, как люди, знаешь, платят за какую-нибудь клоустрофобию или какие-то есть эти приключения, квесты, да? А это такой квест длиной в 6 недель совершенно бесплатный и тебе еще и ништяки периодически какие-то пропадают с этого квеста. Ради квеста поверить в себя, почувствовать себя хозяином своей жизни, тоже так интересно, или вывести себя из зоны комфорта, вот такая банально звучащая причина, потому что в обычной жизни мы делаем плюс-минус одинаковый набор вещей, а в путешествии сразу приходится вот и качков кремом мазать и овец я один раз выпашивала и что только не делала. В общем, поделать всякие странные вещи, которые в обычной жизни сто пудов не поделаешь, путешествия это способ, да. Познакомиться с другими культурами, практиковать язык, вот еще хорошая причина, зачем путешествовать. Я на самом деле большую часть всего английского выучила из-за путешествий, из-за кофшерфинга, да и испанского на самом деле тоже. У меня есть формальное образование языковое, но оно у меня очень короткое, у меня 90% процесса обучения происходило где-нибудь на обочинах, в кабинах грузовиков и так далее. Сколько час подработать и так далее все происходило и как оно вообще точно? Сама есть когда что-то там дети подработали или дети с вами там? У меня бывало по-разному. В Мексику, например, я ехала вначале вообще работать и большую часть времени ровно этим там и занималась. Путешествия были с криткими перерывами. В основном мне кажется, что подработки приходят к тебе относительно случайно в случае, когда у тебя есть много каких-то связей. Ты знаешь много народу, которые тоже занимаются примерно тем же, и те периодически будут звать эти люди, что о, а мы сейчас гидами работаем в Турции, давай к нам у нас вакансия открылась или о, созрела конопля в Калифорнии, приезжай встречу коноплю. Довольно популярная путешествующая работа, которую многие мои знакомые пробовали. Я не буду никому рекомендовать, это нелегально, плохо, никогда так не делается. Я так сама не делала никогда. Ну, встречные и меры обочие визы сомнительно легальные, но... У меня бывали туристические подработки неоднократно, когда меня, мои знакомые сотрудники туризма звали меня поработать в туризме, потому что они знали, что я буду, и у них был заказ, который им надо было отменять. Они такие, о, свободные руки, ништяк, давайте дадим ей заказ. Потом в Америке я еще в Москве у меня это самая московская контора, которая делает туры по штатам, и у нас был сопровождающий с правами, которые говорят на английском языке. И тоже это пришло очень интересным образом. У меня ночевал друг, который, войдя в мой подъезд, сказал, что он здесь был. А я тогда жила в таком месте, где он не мог бывать, если только не было какой-то оказии. Это, ну, спальный район далеко от всего. Говорит, нет, я был в твоем подъезде. Я говорю, ну, как так. Через некоторое время он вспомнил, я жарю сковородку, жарю еду, он вспомнил, что живет его подруга на восьмом этаже в том же подъезде, и мы со сковородой поехали к ней в гости. После этого эта подруга сказала, что она хочет, чтобы я прочитала лекцию о путешествиях у нее на работе. Я пришла к ней на работу и прочитала лекцию про Австралию, а среди сидящих людей были люди, которые планировали делать путешествие в Америку, и они меня позвали на них работать. Вот примерно так. Такой механизм в плане туристических работ, именно в туризме работы. Потом есть варианты с работами онлайн, они, конечно, заранее все делаются. У меня одна из моих работ, я перевожу документальный фильм из испанского языка. И я ее делаю онлайн, мне присылают заказ, я, соответственно, сижу, ну, я это в Москве еще искала. Есть работа сельскохозяйственного характера, есть замечательный такой ресурс, дневник Гогулана называется. Это Павел Гогулан, он какой-то полу, даже не знаю, как вас характеризовать, он любит работать физически, он ездит по разным странам, и там работает, например, печет пирожки, или красит, что-нибудь моет, и об этом пишет, как он медленно, обычно надолго ездит в каждую страну, и там пролетарскую работу какую-то себе берет. Ну, такая на любителя тема, но с точки зрения того, как бывает, вот так бывает еще. В туризме распространенные работы, онлайн распространенные работы, всякие копирайтеры, фотографы, переводчики среди путешественников, очень много. Очень много людей, у которых сезонная работа, классический вариант, наверное, это человек, который промальпер, или курьер, или у него какая-то работа, с которой можно уволиться и вернуться назад. Таких, как я тоже, которые или педагоги, или что-то еще делают с сентября по май, тоже немало довольно, кто летом все лето отдыхает. Люди, у кого свое, какое-то свое дело, сайт по продаже рюкзаков, не знаю, такое есть, фотографы, журналисты, писатели, это кто, кем работают обычно путешественники. Ты сказал о правах, я, может быть, не правильно понял, в каких правах, но вот, а вот автомобиль, насколько полезно? Иметь автомобиль не права, насколько полезно? Да, и где вот наши права, не вообще принимаются, не принимаются? У нас права, которые карточка, принимаются в довольно большом списке стран, который гуглится по запросу список стран, принимающих российские права или там список стран, Венская конвенция, это, кажется, называется. Еще есть страны, где нужна книжечка, вот эта, знаешь, книжечка, которая... Но в целом, специально получать права для того, чтобы ездить за границей, мне кажется, это довольно рискованная штука, потому что, если у тебя маленький стаж вождения, тебе, вероятно, будет довольно сложно начинать водить в чужой стране, если только ты в ней не живешь к этому моменту. Мне очень пригождалось, потому что в Мексике у меня работа была связана напрямую с... Я в Мексике получила право, уехала в Мексику, у меня прав не было, мне было 23 года, я была такая юная. А там, а мне сказали, мы, ты ли права получили, мы тебя уволим. Я сказала, хорошо, и получила права. Пошла в школу, в автошколу. Там как-то происходит, там два месяца. Ой, в Мексике это смешно, происходит, там в каждом... Или покупаешь, там... И так, и так я делала. Это такая же секция байки нашего склепа. В Мексике в каждом муниципалитете свои правила выдачи прав. То есть это решается на уровне даже не штата, а муниципалитета. Ты приходишь с муниципальной горицы, говорят там, что нужно, и в штате, где я получала свои первые права, нужно было только одно. Это справка по зрению и пройти автошколу. То есть документ должен быть один, это справка о том, что у тебя зрение нормальное. Никой экзамен давать не нужно. Только внутри автошколы нужно сдать теоретический экзамен, где вопросы были такие. Что это такое? Красное, желтое, зеленое мигает и на перекрестке стоит. И варианты светофор, мент, призрак. На знание испанского на самом деле тест, если ты реально плохо знаешь язык, ты не сдашь его. У всех остальных случаев. И мне еще я сдаю первое, там куча еще людей сидит, там многие тоже сразу почти после меня сдали. такие, вы уверены, вы уверены, что вы хотите сдать вашу работу? Я сдаю тестик. После этого я прихожу в ГАИ, приношу свое временное разрешение на пребывание, справку о зрении, плачу какие-то мелкие деньги и мне дают права, и все. Потом у меня еще было во втором, я пересдавала на права, потому что после этого мне право украли, я себе купила права. И какое-то время по купленным правам ездила. У меня тогда просто, я свою РВПшку свою меняла на новую. У меня решение на время пребывания раз в год нужно менять. Это занимает месяц, ты месяц для документов ходишь. И значит, я поэтому купила права, потому что я не могла легальные права. Пожалуйста, не выкладывайте никуда кусок лекций. А можно остановить? Да нет. Да ладно. Если человек, который будет это делать, он догадается, да, что там все. А, ну как это там можно? Я думаю, что все вопросы-ответы вообще урен, потому что иначе вообще никто не будет. Смотреть, что будет на 3 часа. Ну да. И значит, я купила права, 2 года по ним поездила, потом у меня кончились. Я пошла в другом муниципалитете права делать. Мне говорят, ой, а вы же это, у вас время на решение, да? Вы не живете здесь. Я говорю, ну, время на решение, да. Ой, тогда мы права дадим вам на год. Но если бы у вас было свидетельство рождения, вот мексиканцам, которые приносят свидетельство рождения, мы даем права на 5 лет. И она из двух вещей, что значит, по умолчанию иностранцам права даются на год. И мексиканцы, которые приносят права, получают права на 5 лет, приносят свидетельство рождения, получают права на 5 лет. Ее вывод был, что иностранец, который принес свидетельство рождения, должен получить права на 5 лет. Ну, я не стала тут разубеждать ее, что все не так. Принесла российские права, которые мама сфоткала на телефон, накануне отправила мне. Российские права, что это свидетельство рождения российское. У меня никогда не было российских прав. И пришла на экзамен. На экзамен повторилась ситуация со светофором. После чего был экзамен, где нужно было там стоять такие два конуса, и нужно параллельно запарковаться. Здесь три попытки. Экзамен, да. Три раза можешь сбивать конусы вообще. Часть людей еще очень смешно было. Я была единственным человеком, кто не приехал за рулем сам, в день, когда он сдавал на права. Все приехали за рулем. Один мальчик, значит, приезжает, а он такой совсем, ну, пацан. Я ему говорю, ой, а ты как, первый твой права? Говорит, я 8 лет вожу, просто сейчас мне 18 стало, теперь мне можно легально права иметь. Раньше я взятки давал. Он из деревни индейской какой-то, просто он принадлежит к этому муниципалитету, поэтому он туда приехал. И, значит, такая история с мексиканскими правами.